Да, слышно. Добрый вечер. Отлично. Добрый вечер. Приветствую. По поводу фильма самого я не хотел бы там многого сказывать, потому что я не знаю, я думаю, что это лучше сделать те люди, которые предложили его, потому что, ну, как бы, не знаю, именно, как бы, так сказать, в нашем, как бы, топике, в нашей теме, то, что касается, как бы, отношений, мужского, женского и прочего, да, потому что это наша основная мотивация, почему мы-то собираемся, чтобы обсудить в этом ракурсе все. Ну, мне как-то показалось это довольно таким, ну, банальным каким-то сюжетом, повторяющимся, там, это больше какая-то, ну, эротика, наверное, я не знаю, вот, ну, не особо интересно, если честно. Вот, а по поводу хотелось, пока я тут, и пока нету такой активной там движухи, да, что я тут не вклиниваюсь с другой темой, мне хотелось узнать у Сергея, вот, и вообще о участниках, что вы думаете по поводу того, чтобы похожие встречи, похожие клубы проводить, скажем, как такие часы политинформации, как бы, разбирая, ну, какие-то актуальные темы по именно интересующему нас вопросу, вот, в России и вообще, и в мире, вот, тем более, что, что меня к этому сподвигло, последние события, например, в мире, и конкретно там, вот, в Великобритании, которая мне ближе, тут, я не знаю, кто-то в курсе или нет, что-то сейчас происходит вообще с темой мужчин и женщин, Сергея. Какая-то конкретная британская новость, честно, не знаю, что происходит в Британии. Ну, вообще, учитывая то, что Британия является, как бы, трендсеттером, да, как бы, что они, как бы, именно, как бы, задают, да, темы, у нас произошло недавно такое событие громкое, которое активнейшим образом обсуждается в медиапространстве самыми большими изданиями, там, Daily Mail, ну, вообще всеми таблоидами, всеми изданиями. Произошла следующая вещь, то есть пропала женщина, молодая в Лондоне, она шла домой, по дороге домой, там пропала, вот, ее долго искали, она из такого middle class, вот, то есть, сама такая сильная, независимая, как еще сказать, в таком возрасте, когда она еще делает карьеру, ну, скоро уже, там, захочет, захотела бы, скорее всего, там, ребеночка и прочее, ну, как обычно, как бы, женская биология работает, вот, пропала она, далее произошло, что, далее арестовали полицейского, причем полицейского непростого, который работал, в Великобритании вообще ношение оружия запрещено, в том числе полицейские невооруженные, он из подразделения специального был вооруженного, которое охраняло посольство США, то есть, из вот этого охранного отдела в Лондоне, вот, и сейчас он является, ну, не просто, ну, ему акт, не просто подозреваемый, ему предъявили уже обвинение, то есть, он уже был в суде, по тому, что, по делу, что он ее похитил, воспользовавшись своим служебным положением, находясь в Лондоне, именно, то есть, он был, ну, предъявил ей, скорее всего, какие-то документы, может быть, он в форме даже был, вот, и затем ее убил, вот, и из-за этого поднялась такая волна просто именно активисток, вот, феминисток, и сейчас что выясняется, что с прошлого года там по-тихому юридические комитеты, именно правительство парламента британского обсуждали то, что нужно вносить законодательно, вот, ну, наше, как бы, наше законодательство, что как-то по-русски мизогения, мисоджини, да, как бы, то есть ненависть именно к женщинам, как бы, в разряд хейт-крайм, то есть преступление, основанное на ненависти по определенному признаку, при этом все контраргументы, которые, естественно, так же, как вот, вот, уже реклама жилет там и прочее, поднялась волна в соцсетях, вообще в интернете, там, где еще хоть какое-то открытое из пространства для дискуссии, что, как бы, а как по поводу вообще, ну, как бы, ненависть к мужчинам, как бы это будет какое-то обоюдное, как бы, равное законодательство, ну, равноправие хваленое, ну, то, как бы, в очередной раз, будет учитываться напрямую на тех же BBC и прочих крупных каналах люди и конкретно депутаты парламента, которые эту тему двигают, говорят следующим образом, что, ребят, как бы, мы топим, вот прямо так говорят, мы затопим за то, чтобы сделать хейт-крайм, то есть, как бы, преступление, основанное на именно ненависти к женщинам, это может быть, то просто, может, там, что-то, вот, споришь, да, с ней, ненавидишь, ты ее, как бы, там, уже, как под подачем, под криминалом, ну, криминальные статьи, вот, мы за это топим, как бы, у нас есть куча, вот, подтверждений, у нас тут такая стопка доказательств, вот, а если вы, вот, те, которые хотите ввести такую же равную норму в криминальное законодательство, которое касается ненависти к мужчинам и, соответственно, наказания, да, за это преступление, вот, если у вас есть такой же объем, как у нас, вот, там, ну, доказательств, подтверждений, что такое требуется изменение в законе, вы, мол, это и делаете, то есть уже в открытую говорится, не просто говорится, то есть параллельно, естественно, в течение всех этих двух-трех недель шлемовали мужчин просто, поголовно, просто по факту, что, вот, как у нас раньше это был какой-то маргиналь, не у нас, я имею в виду в стране, а имею в виду вообще в мире, да, вот, там, в постмодернизме нашем, постхристианском таком, что, если у тебя, как феминистки наших там все говорят, что, если у тебя есть член, то ты, как бы, уже по определению, как бы, там, не человек, и, вот, абьюзер и прочее, то есть тут это просто, вот, качалась, качалась и продолжает прокачиваться, что мужик, все, значит, виноват, как бы, и прочее, вот, ну, плюс еще, ну, на полицию, а так, это отдельно такой вопрос, там, я не любитель, как бы, полиции, потому что полиция, ну, не лучше российской, может, каких-то вопросов, может, даже хуже, вот, как бы, вот, это волна, видно, что она четко соркестрирована, то есть, как бы, срежиссирована, они все это готовили, вот, и мне просто интересно, вот, как она дальше, естественно, на Европу она дальше накатит, то есть, надо сейчас в Европе ждать, кто сейчас в Европе живет, там, в странах, возможно, не в Испании, где уже там вообще они там уже там еще что-то альтернативное, крутое двигают, в других странах Европы, Восточной Европы, дальше в России, вот, как-то отразится, тоже интересно понаблюдать, потому что это все четко скоординированная вещь, вот, появятся ли у вас какие-то, там, та же Пушкина, там, да, начнет ли она там с Поповой, там, ну, образно, как бы, и всеми остальными двигать это, вот, что, мол, надо вводить уже, надо вводить мужчины, потенциально абьюзеры, как бы, поголовно, да, надо вводить хейт-крайм, что, как бы, вот, если ты к женщине, то есть, чтобы легче было понять, BLM, да, Black Lives Matter, то есть, как бы, то, что было с черными, вот, волна в прошлом году, абсолютно тоже сейчас женщины, сейчас у нас крупные вообще такие, как бы, телеведущие такие, они всегда были, ну, такими спорными, у них мнения были, но сейчас им уже затыкают рот, то есть, если раньше они были противоречивые ведущие, которые поднимали рейтинги каналам, то сейчас им за то, что они говорят, что, ну, как бы, это оверреакшн, как бы, тут слишком, как бы, вы реагируете обостренно дорогие бабоньки на все это, их просто выкидывают, ну, сами, вот, корпорации, не то, что, ну, как бы, молча сразу, как бы, HR свободен, ну, вот, такая тема, вот, я не знаю, как бы, затянулось объяснение, как бы, ну, вот такое происходит, так что, интересно бы было, конечно, вот такие часики политинформации раз в неделю, как в советское время в школе было по пятнице. Давайте пройдусь, но, смотрите, сама вся тема, как бы, обсуждения насущных, просто любых насущных вопросов, тема важная, вот, но именно по той причине, по которой вы описали, она как раз скользкая достаточно, поэтому, как бы, я, в принципе, за, вот, и там какие-то новости выходят и так далее, сейчас, например, только что, спасибо за новость, написали в чате, что Турция вышла из конвенции Совета Европы, подождите женщин, типа, анекдот опять, поел рыбки и поумнел. В общем, Стамбул вышел из Стамбульской конвенции, надо будет потом объяснение их почитать, почему они решили это сделать. Типа, сказали, что, ну, я так бегал сейчас, прочитал по новостям, что, как бы, что они, типа, как бы, вместе с вроде положительной тенденцией вынуждены, почувствовали себя обязанными проглотить много того, чего они не хотели глотать, типа, пропаганда ЛГБТ+, Пушкина прямо озвучивал, да, свои, там, чувства по этому поводу и так далее. То есть нам это все не надо, в общем, типа, может, по-другому как-нибудь защищать, там, женские права и так далее. Короче, в силу того, что эта тема скользкая очень для всех, как бы, участников, то и одновременно развивая, скажем так, альтернативную YouTube-платформу, потому что у меня глубокая, ну, скажем так, сессия, я, как бы, живу все время на пороховой бочке на YouTube, да, ну, и любой, я думаю, блогер МДС живет, там, у Моносферы живет на пороховой бочке. Мы всегда в любой момент можем оказаться без этой площадки. Поэтому вот эту штуку я настоятельно предлагаю сдвигать ее на, какие-то там, свободные или полусвободные темы, которые у нас происходят на первом темном. Давайте я пользуюсь случаем сейчас лишний раз скажу, потому что я знаю, что все еще... Я вижу, что YouTube Shadowban делает на эти ролики, посвященные первому темному, поэтому я попробую, так сказать, как это называется, кросс-сейлинг сделать, что называется. Значит, ролики про первые темные я делаю регулярно, и анонсы делаю, вот, но они очень мало просмотров имеют. Я так понимаю, что их YouTube не вводит даже тем, кто подписан на меня. То есть единственные, кому они видны, это те, кто заходит непосредственно на канал, смотрит список свежих видео, и вот там они их видят. То есть не приходят. Я просто вижу, потому что у меня рядом есть там телефон, на который, ну, точно я знаю, что, как бы, ну, то есть аккаунт подписанный на меня, и там не выводится ни уведомления про эти ролики, никаких там, ну, оповещений, что что-то вышло, вообще их нету. То есть единственный способ их увидеть, вот эти ролики, это зайти на сам канал, надо зайти на него, там, пролистать последнее видео, и там видео он виден. Я так понимаю, что это и называется Shadowban, в общем. То есть никаких нотификаций не выводится. Значит, у меня параллельно, параллельно вот этой ютюбовской платформе существует платформа, которую я назвал условно первой темной, она существует в Торе, в сети Тор. Все, что нужно, чтобы туда попасть, это поставить себе Торброузер на любой там, на любой платформе. Где Торброузер есть, там можно на нее зайти. Вот, и на этом Торброузере там есть такой, ну, мини-ютюбчик, там есть видео предзаписанные, типа, там, фильмы, которые мы... Ну, я переводил, мы их обсуждали, там, что-нибудь. Ну, в общем, любые материалы. Причем там с копирайтом очень свободно, это вам не ютюб, то есть там можно, в общем, делать, в принципе, все, что мы захотим. Даже тут вот, мне там переписка приходила, там, один подписчик предлагал устроить что-нибудь типа английского клуба, то есть поднимать грамотность в английском языке. Вот, я, ну, у меня не так уж много знаний, чтобы, там, всерьез людей тренировать английскому языку. Вот, то, что я точно мог бы сделать, причем даже до детей это мог бы сделать, в общем, это вообще совершенно без проблем. Можно брать, например, диснеевские мультфильмы и переводить их по-по-фразовому, то есть прямо вот брать его на, там, на, на, на паузе, смотреть на паузе с титрами, и я готов, там, не знаю, основную часть мультфильмов прямо вот дословно объяснить, что каждое предложение значит, почему там какие-нибудь похожие, там, упражнения привести, там, какие можно фразы потренироваться, то есть, ну, на таком уровне. А может быть, кино какие-то, да, правда, это очень много времени занимает, то есть перевести фильм по, ну, на паузе, это дофига времени, вот, это фильм в итоге вы будете наизусть знать, что там, когда это закончится, все это, ну, для этого нужно, наверное, часов 10, может, больше. Короче, там таких кринчей нет, там без проблем можно это делать совершенно, и там более свободно можно относиться, вот, ну, скажем так, высказываться более свободно, да, то есть вы там более анонимные, нигде это там не фиксируется и, в общем, толком не вычисляется, ну, какими-то обычными средствами. Поэтому вот такие болезненные темы я все-таки предлагаю выносить за YouTube, просто чтобы потом не было проблем. Именно по тем причинам, которые вы описали, потому что, да, такая проблема существует, и не только в Британии, она и у нас существует, собственно. Как я понимаю, там, Пушкина, там, и Ривина, и Давтян могут все что угодно заявлять там со своих, там, этих, с телевизора и с Эхо Москвы. Мы-то знаем, что они продвигают не борьбу с насилием, не это является их главной, то есть в чем новизна этих законов. Не в том, что они ставят насилие против закона, но у нас все насилие против закона. Там, дофига законов, половину колонного кодекса, да, даже больше половины. Все про насилие какого-то рода. Они именно что размывают края. Они хотят внесудебные расправы, то есть то, что Пушкин называет профилактикой, профилактикой не является по определению. Просто неверное значение слова. Постоянно делает это с проблемой одного пола, но не проблемой второго. То есть у него, типа, женщины, а дальше изредка звучит там, ну, и там дети иногда, и старики тоже, вот, бывает, страдают, и все, типа, вот. Ну, и где-то там, типа, полпроцента мужчин тоже иногда где-то там встречается. Помимо того, что это не соответствует статистике, по крайней мере, там, где ведут вообще, потому что, к сожалению, вот многие из этих, там, учреждений и лоббистов, лоббистов, они вообще даже не ведут вопрос про мужчин. Никаких ни исследований, ни цифр, то есть просто даже найти сравнение какое-то с чем-то очень тяжело, просто потому что никто не считает. У вас любое насилие по определению, типа, это насилие против женщин, там, или, там, какой-нибудь день ООН, там, неделя, месяц борьбы насилием против женщин. То есть не насилие вообще, а насилие против женщин. То есть насилие против мужчин никому не интересно. Когда вы берете, там, статистику, которая озвучивает МВД, да, допустим, около тысячи человек бытовухи погибли в год, из них 300 женщин, остальные мужчины. Но зачем мужчин считать? Их никто не считает, к тому же, как многие говорят, типа, ну, их же другие мужчины убили в основном. Ну, значит, ничего страшного. Это же мужчин, убили мужчин, все, никаких проблем нет. Вот, то, что это разные мужчины, да, то есть есть жертва, есть, как бы, насильник, да, ну, это, это не важно. Вот, то, что у этих женщин, якобы, которые, там, 80 с лишним процентов, там, сидят за самооборону, никакая у них не самооборона по статьям, а у них вполне себе, там, убийство или, там, причинение смерти по неосторожности, и еще и у 60 процентов, там, по-моему, состояние алкогольного опьянения. То есть совершенно другая картина, не та, которую, там, Пушкин и компания излагают. Это именно идеологическая вещь. Я, честно говоря, до сих пор в тумане. Зачем они это делают? То есть какая у них сверхцель? Вот мы сейчас про Британию сказали. Мне, конечно, Британия для меня далеко и не близко. То, что она является, наверное, законодателем мод, скажем так, ну, наверное, является, да, может быть. В чем их сверхцель? То есть чего они добиваются-то в итоге? А какая их конечная цель? Того, чтобы уже сейчас, в принципе, сейчас, да, еще было там, пара уже дел была, да, с очередными, с тренерами, которые попались с детьми, которые работали с тренерами. Какой-то был вот дедушка там, который тренер по теннису, что ли, был. Он на днях вот проходил в новостях. И он там угодил на какой-то там 14-6 лет, на строгий режим, что-то в таком духе. Потом вот эти две школьницы, которые какого-то там разносчика рекламы оговорили, потому что им нужно было сказать, что они там школу прогуляли. Они уже и показания назад забрали, а уже неважно, машина уже как бы жует, уже человек, все, и они уже чапкают. А когда начала чапкать, она уже выплюнуть не может. Потому что это чева-то там, типа, ну, последствиями для... Надо выговоры делать, надо там несоответствие должностям заявлять и прочее, прочее, прочее. То этого делать не будет. Поэтому отдельным человеком вообще, фу, на них просто никто и ничто. То есть ребенок... Я к чему подвожу? Ребенок стал реально опасным прохожим для мужчины. Для норм... Подчеркиваю, для нормального мужчины. Если вы маньяк, если вы там бедофил настоящий, если вы так далее, у вас все хорошо. Вам... Как вы раньше могли действовать, так вы и будете действовать дальше абсолютно. Но если вы обычный нормальный человек, который до сих пор почему-то еще не боится работать с детьми, то есть он работает тренером, там, не знаю, каким-то там преподавателем кружка, не дай бог, вот были новости, да, про воспитателя в детском саду, там, учитель в школе, в младших классах, даже не знаешь, где хуже уже, в старших классах или в младших классах. Все, как бы это... Ну, просто это стало слишком опасно. Если вы до сих пор мужчина, и все еще до сих пор этого не поняли, ну, как бы, мне как бы жаль, я не знаю, как вас еще напугать. В чем их сверхцель? Я не знаю, честно. Чего они добиваются? То есть сейчас, типа, уже можно опасаться детей вполне, то есть ни в коем случае не оказываться наедине с ребенком, там, не знаю, на личной площадке, в лифте и так далее. Вы должны испугаться. Не ребенок должен испугаться, вы должны испугаться. Опять же, если вы нормальный мужчина, если вы педофил и так далее, то вы можете продолжать действовать как дальше. Ничего для вас не изменится в этом мире. Вы как действовали, так и будете действовать дальше. Если вы нормальный мужчина, то вам нужно, можно и стоит, да, опасаться, да, то есть к ребенку не прикасаться. Я рассказывал, что я там... Перед коронавирусом я двух детей нашел, потерявшихся, мелких достаточно. Там один вообще был, наверное, в районе чуть больше года, второму было где-то, наверное, 4, что-то, в таком духе. Как бы я их в итоге обоих, ну, привел там, да, но я и привел их не прикасаясь, то есть находясь от них, вот, что называется, руки вверх, вот, да, там, 2 метра минимум, и, ну, понимая, что мне очень важно, что сейчас будет записано на видеокамерах. Вот, но привел обоих, типа, просто командой, типа, иди за мной, вот, и привел их к ближайшим, в общем, людям, которые там на должностях были, там. В одном случае к охраннику, в другом случае на ресепшене в гостинице. Видимо, наверное, я так могу заподозрить, наверное, они добиваются того, что женщина должна стать настолько же опасной. Они этого добиваются. А конкретно Кушкин работает на тему, чтобы дома у себя, дома у себя, мужчина буквально, как это назвать-то даже, положение, даже, не знаю, термин какой-то придумать. Ну, то есть был, был в полном, абсолютном подчинении и распоряжении, то есть вообще не мог, вот, что называется, даже пукнуть вот в сторону там, не дай бог даже, криво посмотреть не мог на женщину. Если он только криво посмотрел, если хоть что-нибудь, она ему там, как в морозках, по-моему, да, там, то-то же, вот это вот, чтобы вот этого не было. И чтобы все мужчины во всех домах были в таком положении. Ну, это единственное, что, ну, по факту, чего они добиваются. Потому что, ну, ничего другого, если они думают, что реально от того, что они делают, упадет уровень насилия, то это, ну, это в лучшем случае смешно. Вот, а в худшем случае, не знаю, как это, а в худшем случае смотрите фильм «Горькая луна» Романа Полански. Короче, я к тому, что сейчас, еще раз подведу черту под, то есть темы важные, нужные, вот, но я предлагаю, все-таки осваивайте альтернативную технологию, посмотрите поиском на канале, вы знаете, что на канале, на отдельном, можно искать поиском. Заходите на канал, на главную страницу любого канала, там есть такое изображение лупы, вот, набираете там любой текст, и вы находите, не только по заголовкам он ищет, но и по описанию. То есть вы набираете любое слово, например, набираете «Первый темный», он выведет вам все видео, которых либо в названии есть «Первый темный», либо в описании есть «Первый темный», в пределах канала. Так что на моем канале можно легко найти, у меня даже плейлист отдельный есть, так и называется «Первый темный». И там есть техническая сторона раскрыта, как попасть на эту площадку. То есть для участия в «Голосе» вам нужен Zoom, а для просмотра в качестве зрителя нужен Tor, Tor-броузер. Вот, ничего сложного нет, как бы, да, нужна там, там со скоростью есть проблемы некоторые, потому что Tor существенно медленнее работает, чем обычный интернет. Ну, пока я просто, я думаю, что это более, во-первых, это безопаснее и для меня, и для вас, для всех участников, а во-вторых, это, ну, просто дает там альтернативную платформу, в случае чего, вдруг здесь, как бы, фитиль прикрутят, значит, ну, придется жить там. Вот, и, как бы, нужно это осваивать. Сейчас я там в чат брошу, там, и в ютубовский, и в этот Zoom, кто вдруг не видел, ссылка сейчас на какое-нибудь посвежее там видео, которое я именно этому конкретно посвятил, что такое первый темный, где его смотреть, как его смотреть, вот. Настоятельно советую вам осваивать эту штуку, вот, и более того, я, в принципе, уже, наверное, готов делиться, как это строится, это ничего сложного не требуется для этого, то есть я могу научить, как это заиметь себе такую же точную платформу. Ничего особенного для этого не надо, это, в общем, минимальное вложение, это точно дешевле, чем там, чем любой официальный сайт делать, вот. При этом у вас может быть собственный такой YouTube, где могут быть и видео, и трансляции, и где, самое главное, там нет ни рекламы, никаких там, этих подписок и прочего, и вы можете спокойно цитировать любые, брать чужие произведения. Никто вас за это за руку не поймает. То есть хотите процитировать какой-нибудь фильм, просто берете и цитируете. Хотите большой кусок процитировать, цитируете. Хотите музыку вставить в сопровождение, берите, вот. Монетизировать это невозможно, ну, зато и, как бы, бесплатно взял, бесплатно отдал. Я, я в такой философии. Следующую субботу, очень вероятно, если все будет нормально, у нас что-нибудь на первом темном будет, это будет тоже в 6 часов по Москве. На первом темном, я обычно об этом делаю анонсы, там, в пятницу на ютюбе, постинг делаю в сообществе и сейчас достал ВКонтакт тоже иногда кидать ссылки, там, типа, приглашение, там, QR-код и ссылка, там, и тема такая. Иногда это связано с показом какого-то очередного документального фильма, но часто сейчас бывает, когда у меня нету, нет возможности переводить фильмы, но нет столько времени свободного. Значит, мы просто говорим на свободную тему. Так что, вот, наверное, все-таки с обсуждениями самых злободневных новостей, таких вот, которые требуют именно обсуждения, типа, типа, политинформации из серии, наверное, все-таки туда пригласил. Вот, если что-то будет суперценное, я иногда оставлю запись, то есть, можно это не просто проговорить, и оно пропало, потому что по умолчанию там не сохраняется ничего. Вот, ну, в принципе, если участники не против, то я сохраняю, и можно это выложить, либо иногда на YouTube, если там ничего особо такого нету, спорного, либо, в крайнем случае, выложить туда же на Первой Темной в качестве записи, типа, вот, была на сессии, там, вот, мы записали, вот, его можно посмотреть, послушать. Вот, так что, на злободневные темы, наверное, что, скорее, давайте делать ставку на на, в общем, на не YouTube платформу, а не YouTube платформа, в моем случае, сейчас, это, в общем, первый темный, да, это сайт в Торе, ссылки сейчас брошу в описании. Вот, там можно и про Британию поговорить, вот, у нас там были люди, которые в Испании, к сожалению, там попали в переделку, вот, делились своими приключениями, ну, там, в общем, бывают, про иностранный опыт тоже рассказывают. Давайте об этом поговорим. Так, у нас был Дмитрий, что ли, пардон за автопик, но, в общем, хороший был вопрос, и я воспользовался возможностью. Да, вот у меня, кстати, сейчас возникла такая мысль, была вот эта тема абортов, и я еще говорил о мастере Маргарите, у меня вдруг появилась такая мысль, а не было ли в мастере Маргарите какого-то намека на аборт, что Маргарита в какой-то момент делала аборт. У меня сейчас появилась такая догадка, но я не могу ничем подтвердить, потому что я очень плохо помню текст, давно читал. Я вот сейчас просто это сказал, чтобы не забыть эту мысль. Может быть, кто-то может прокомментировать. Мне кажется, что у них была какая-то размолвка на какое-то время, и там, может быть, Маргарита делала аборт, или я сейчас все это сочинил, но у меня сейчас эта мысль так довольно сильно зацепила. А вот если возвращаться к фильму, я бы сейчас хотел бы обсудить такую мета-тему, как по психологии. Меня на самом деле на это сейчас немного так сподвигло вспоминание блогера Альберта Сафина, который делал разбор фильма «Горькая луна». Я, в принципе, так этот разбор пробежал. Вот этот Альберт Сафин, он делает эти разборы с точки зрения по психологии, и он делает это таким образом, что он берет любой фильм и начинает как бы очень жестко всех там персонажей клеймить, какие они там токсичные, там манипуляторы, плохо там психологически развитые, а там вот Альберт Сафин, он там в белом платье всем раздает ярлыки. И как я понимаю, чем занимается этот Альберт Сафин, но он это не скрывает, он проводит какие-то там тренинги для младшего руководящего персонала, как я себе понимаю, чем он занимается. есть, например, какая-то, скажем, там непрестижная работа, какой-нибудь, может быть, там, не знаю, там продавец в магазине бытовой техники, и какой-нибудь вот такой сотрудник, он хочет, там, скажем, стать начальником. А что от него будет требоваться, если он захочет стать начальником? От него потребуют, чтобы он там погонял, как бы давил на людей, заставлял их перерабатывать и так далее. И всем понимают, что это какое-то не очень хорошее занятие, а тут приходит Альберт Сафин и дает этим людям их моральное оправдание, что ты видишь, ты этих людей подгоняешь, потому что они недостаточно стремятся к успеху, они манипуляторы, там, токсичные, тянут какой-то коллектив вниз, и вот как бы, а ты как психологически зрелый человек должен на них давить, чтобы они шли к успеху. Я вот это так оцениваю. Я сейчас это привел как пример того, что вся эта по психологии это сомнительная вещь, и в первую очередь тут возникает проблема того, а кто вообще использует этот весь дискурс и с какими целями. В принципе, весь этот дискурс, я вот, чем дальше живу, тем больше он, мне кажется, сомнительным. Что вот я хочу сказать, когда мы называем кого-то, скажем, какими-то токсичными, неэкологичными манипуляторами, мы можем так говорить, если у нас есть какой-то вариант, как бы, если у нас есть понятие нормы, как должен себя вести хороший, там, правильный человек. А по большому счету, даже вот, мне кажется, официально в какой-то птицатрии считается, что никакой нормы нет. И тогда возникает вопрос, а вообще с каких позиций мы раздаем такие оценки. и если посмотреть на какое-то, скажем, искусство, литературу, кино, то в принципе невозможно даже себе помыслить какое-то, скажем, произведение литературы, которое бы изображало бы каких-то нетоксичных, неманипуляторов идеальных людей, какой-то вот социум идеально здоровых психических людей. Я вот не могу себе даже представить, кто-то ставил такой как бы эксперимент написать такое произведение. Мне вот кажется, что это можно себе представить в виде какой-то, скажем, религиозной общины, но с другой стороны можно сказать, что люди в какой-то религиозной общине, это как раз какие-то безумные люди. Все это как-то очень сложно. И я вот кстати как-то развивал у Сергея какому-то касту в ютубе в комментариях такую идею. Я заявлял такой тезис, что вот вся эта поп-психология это некий современный вариант религии. И я вот говорил, что слово токсичное это просто калька со слова греховный. И потому что и вот недостаток этой как бы новой религии он заключается во-первых в том, что непонятно вообще какой там есть корпус каких-то священных книг. Вот я например захочу точно понимать правильно ли я употребляю все эти термины там кто токсичный где там манипуляции и прочее. Вообще какой есть корпус книг которые я могу прочитать и точно знать правильно ли я использую все эти термины или нет. Мне кажется как бы такого курикулма нет. Даже если вот скажем идти учиться на какого-то психолога да у них там куча разных школ. и с точки зрения там с точки зрения доказательной медицины с точки зрения науки все это витает в воздухе. То есть по большому счету если так грубо смотреть все это лженаука. И в случае религии хотя бы есть как бы корпус религиозных каких-то текстов которые общеприняты. Поэтому что они там по-разному трактуются но хотя бы есть на чем стоять. И еще я выдвигал такую идею то что вот это по-психологии это женская религия потому что в ней попами а собственно психологами являются женщинами. Вот даже посмотреть на этот психологический ютуб там все эти психологини это в основном бабы. Я вот даже не могу назвать какого-то там скажем мужчину блогера психолога на ютубе. Вот я не знаю может быть вы можете поделиться какого вы мужчину блогера психолога смотрите и можете порекомендовать. Я вот даже сказал бы что если такие люди есть они у меня производят впечатление там людей с какими-то серьезными собственными проблемами. В то же время какие-то вот эти женщины психологи блогеры они вот производят впечатление что они довольны жизнью зарабатывают деньги и им все это нравится они на своем месте и то есть я в целом хотел бы вот обсудить эту проблему такой по психологии можем ли мы брать и какие-то все явления культуры какие-то скажем фильмы книги брать и оценивать с какой-то вот этой точки зрения в чем конкретно состоят наши позиции потому что если мы это все так оцениваем то мы делаем вид что мы владеем каким-то понятием нормы и мы знаем как бы куда стремиться а реально мы ничего не знаем то есть вот скажем если взять какой-то проект психологического переустройства общества непонятно вообще что нужно делать нужно как-то информировать людей о каких-то психологических знаниях но вот если до сих пор этого не было сделано почему как бы мы можем считать что такой проект есть либо скажем хорошо известно что все психические болезни они в первую очередь обусловлены генетикой может быть нужно скажем провести какую-то глобальную физическую программу и уничтожить всех психопатов но это такая тоже сомнительная идея я сейчас может быть как-то очень широко и неопределенно выразился вот я бы в целом хотел бы обсудить эту проблему я вот чувствую что какая-то вот эта психологизация она не вполне такая продуктивная я бы даже так сформулировал что вся эта психология это какая-то скажем плохая ли температура если мы скажем обсуждаем какую-то настоящую литературу настоящую химон то возникает ощущение что какой-то другой прибор и то что до нас жизнь душе больше чем я бы сильно его ценил сильно вдохновлялся этим как-то я сумбурно сказал но я надеюсь что может быть кому-то у кого-то это отзовется и возможно это интересная тема для обсуждения спасибо благодарю пока говорили я тут загуглил просто я так понял что впрямую аборт в мастере Маргарите не упоминается но я вот два счета нашел там какой-то обзор психологический где просто автор статьи она сводит ну несколько косвенных скажем так данных сводит вместе и получается следующее что сейчас опять цитирую прям по статье вернемся к истории Маргариты Николаевны ей уже 30 лет но детей у нее нет почему это было очень нетипично до того времени может Маргарита не хотела или не любила детей да нет любила ради незнакомого малыша она даже на время смирила свой разрушительный гнев во время погрома в доме литераторов ведьма проявила заботу об испуганном ребенке и успокоила мальчик своей сказкой исповедью была на свете одна тетя и у нее не было детей и счастья вообще тоже не было и вот она сперва долго плакала а потом стара злая значит Маргарита хотела да не могла иметь детей ее муж и любовник вряд ли могли быть бесплодными одновременно и этот факт ее безмерно тяготил бесплодность молодой красивой материально обеспеченной женщины является довольно странной казата ассоциируется со здоровьем у таких женщин бесплодие редко бывает от природы замуж 19 лет можно предположить что ее бурный темперамент как у французской королевы проявился очень рано еще до замужества у нее был любовник а может и не один от которого она и забеременела история с Фаустой и когда мужчина бросил Маргариту она сделала аборт теперь все становится понятно становится понятен ее тоскливый тон в разговоре с незнакомым ребенком понятен болезненный интерес Маргариты к Фриде и ее жуткой истории понятна попытка Маргариты помочь где-то убийце понятна также и обвинение в адрес хозяина кафе мужчины соблазнившего Фриду все становится на свои места именно в темном прошлом Маргариты мне видятся истоки ее депрессии конец цитаты так что вот в принципе тем не новая прямой в романе этого нет но в общем косвенно да есть так Дмитрий у нас по очереди прошу Дмитрий с нами так ну ладно если Дмитрий не с нами то давайте пока тогда или с нами не мне кажется я только что закончил говорить а понял рука висела понял тогда Сергей прошу еще раз приветствую всех ну честно говоря фильм такой что мы все время от фильма уходим в сторону хотел сказать по поводу фильма ну когда-то чуть-чуть по поводу фильма в моем понимании сцена с Женихбой там была именно сцена закреплением символом смены ролей окончательно и закреплением этого героя Оскара или как его там не помню я не обращал внимания как его зовут именно в роли раба вот и по большому счету и для него и для нее в этой роли видно что они в общем счастливы они закрепили роли и обоим в этих ролях комфортно это не про любовь это про 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 их игру про их треугольник значит по поводу абортов и цветов ну почему-то так получается что я все время выступаю как бы в пику высказыванием но опять-таки я схожу только из собственного опыта когда я учился в институте я работал в 61-й больнице на спортивной нас отправляли на практику да и в общем когда я там работал в абортаре там на первом этаже было гинекологическое отделение соответственно было в абортаре так вот за несколько лет работаем а я работал в реанимации тогда уже работал в реанимации пока учился уже начал работать вот и нас правильно анестезии туда ну и соответственно на самое грязное работа это зеркало держать когда тебе по рукам течет куски того что оттуда выскребают вот ну это подробности так вот я ни разу никогда не видел ни одного мужчины с цветами у женщины после аборта ни разу а опыт у меня связанный именно с посещением абортаря ну как минимум года три ни разу никогда не видел вот так что вот в моем понимании это и нонсенс и быстрее всего это какая-то проекция врачихи которая хотела показать какие же мужики говно вот я в этот опыт не верю тем более что личный мой опыт это не подтверждает значит по поводу сафина разборов психологии токсичности но медицина наука вообще не точно и это не касается психологии психиатрии это касается любого направления медицины такая вариативность в диагнозах в реакциях в процессах в результатах в анамнезе там не знаю там в общем миллион вариантов и любой работавший в медицине знает что более неточной науки чем медицина нет по поводу такого направления как психология я могу сказать что отрицать психологию но это в моем понимании это все равно что отрицать очевидные вещи потому что если я сейчас Дмитрию скажу что-то умышленно неприятное я прекрасно буду понимать какая реакция от него будет и что он простить это чисто как женщина расшатывает мужчину выкатывает его в состояние эмоционального шторма и начинает манипулировать вот элементарная психология вот хочешь называть токсичностью хочешь манипуляцией хочешь жизненным опытом чем угодно да и по большому счету психологи просто знают некоторые ответы на некоторые вопросы в силу того что их когда-то подучили а потом они просто поднабрались практики ну а потом ведь основная масса психологов это сами недовыеченные больные психологию при том что туда легко попасть идут в основном подранки из стороны женщин из стороны мужчин и в основной своей массе конечно люди ищущие легких денег относительно легких денег потому что вокруг нас сотни тысяч психологов которые берут деньги но реально никогда никому ничем не помогут вот но люди и рады и тому что их просто слушают вот и за это уже платят как говорит одна моя знакомая психологиня очень успешная если он пришел ко мне значит это ему надо вот если я ему не помогла значит я не его врач если он отдал мне за сеанс деньги значит я ему уже помогла я его слушала то есть ее совершенно не мучат никакие сомнения и никакие мысли по поводу того что ну вот она мне допустим рассказывает что вот к ней там приходит там не знаю там забеременеть не может да там девушка или приводят родители богатые девушку подростка у которой уже давно стоит диагноз шизофрени да и она явно бреет я говорю милый я говорю ну ты же ведь в общении со своей этой эмоционально образной терапией полинда ты вообще никак шизофрени помочь не можешь вот ты же я говорю ты же это понимаешь прекрасно почему могу и она начинает втирать про то что а вот я вот с ней позанималась два-три занятия и вот у нее месячные вернулись при том что один раз были только с 13 лет и вот она значит у нее бред прекратился этот шизофренический да и вот мы сейчас будем снимать ее с таблеток хотя дураку понятно что невозможно но просто невозможно да это уже немножечко другие процессы в мозгу вот но тем не менее они совершенно спокойны все эти психологи за все это берутся и получают за это деньги и 10 тысяч за сеанс по скайпу это просто как здрасте вот что отнюдь не отрицает науки как науки и того что действительно могут помочь то что Дмитрий называет поп-психологией да поп-психология существует и это психология которая типа Лобковского которая рассказывает людям про то что они достойны счастья избавляет их от любых рефлексий по поводу того что хорошо или плохо хорошо то что хорошо для тебя значит это хорошо ты имеешь на это право ты человек рожденный для счастья это то что делает Лобковский и же с ними и такие 99% вот любое лечение будь то там установка пломбы там удаление пензицита или я не знаю или там лечение чесотки да это в любом случае тяжело больно проблемно и никогда и всегда без гарантированного результата всегда может быть рецидив аллергия все что угодно вот так что по психологии обещает результат истинная психология результата не обещает это кратинечко ну и по поводу того что сказал наш комрад из Англии я я покопаюсь мне тоже интересна эта история вот я тоже думаю что лучше это конечно все обсуждать за закрытыми дверьми но в общем да вот я сегодня и когда начинал в 6 часов и так я думаю что нас ждет соответственно в ноябре декабре этот закон я там сверху просто так такие слова не произносят если их произнесли озвучили значит принято какое-то решение началась подготовка вот но сейчас скажу парадоксальнейшую вещь и скажу вещь для человека который сам находится в этой в острой стадии до сих пор и пострадавший от этого закона я скажу так мы находимся на той стадии когда единственная тактика и стратегия это падающего подтолкнуть остановить этот процесс невозможно значит пока этот дракон не обожрется и не сдохнется то дракона надо кормить это не потому что я попал и пусть другие попадут я просто к тому что методы остановить и сделать из этого дракона который жрет кровь и мясо сделать вегетарианца невозможно вот в очередной раз как я и говорил ранее все это прописано далеко ходить не надо хотите лайт-версию послушайте Шурман хотите более интересную версию прочитайте доктора Клауса Шваба там все равно написано я все спасибо благодарю я на самом деле уже слышал про это про там Путин сказал потому что Пушкин такая радостная тоже где-то уже там и вот Путин нас типа поддержал знаете я нашел этот кусок он выступает перед почти пустым залом дело происходит какой-то там слет прокуроров типа каких-то высокопоставленных там зал наверное человек на 500 сидит там человек наверное 20 такие все в коронавирусном режиме такие да сидят я нашел конкретно эту фразу я даже думал про нее может быть сделать про нее отдельные там мини-касты он там сказал буквально сейчас близко к тексту следующий он сказал участились что-то там во время он сказал что во время коронавирусного локдауна участились случаи домашнего насилия по отношению к детям и дальше говорит что органам опеки и попечительства необходимо усилить работу в этом направлении это все что он сказал он больше ничего не говорил там так что я конечно боюсь быть излишне оптимистичным вот потому что и пушкина и там и шульман и многие еще там да так прям уверенно говорили уже давным-давно все вопрос решен что да вы вообще забейте там ни хрена не будет все мы уже все сделали уже все вот как бы вроде они как бы вроде все решили и все вроде забито но на самом деле ничего-то не случилось до сих пор вот теперь значит пушкина говорит ее там не хотят больше ну я так понимаю за перегибы что называется видимо с ЛГБТ вот и не хотят ее больше видеть депутатам я так понимаю что это там видимо нужно какое-то выдвижение от губернатора она же была от Одинцова Одинцова так понятно Московская область значит кто сейчас кто там губернатор Московской области видимо это же отдельный регион у нас а вокруг Москвы есть отдельный регион который называется регион Московской области идет другой губернатор и он так понимаю там не поддерживает местных вот певца там выдвигают вот с другой стороны проходит два дня там уже значит Пушкин уже пишет ладно я типа там не пройду значит я через какие-нибудь другие там, в общем, то есть у них способы есть выйти. Это к разговорам о том, что там женщине так тяжело попасть прямо в Государственную Думу. В общем, я так понимаю, что способы у них есть. В общем, она их знает и не один, в общем, и немытьем-то катание может еще и пройдет. Но может и нет. Так что в этом смысле я бы тут не стал слишком широко трактовать то, что Путин сказал. Найдите, это несложно найти, в Ютьюбе находится там. Набрать Путин, домашнее насилие там и отфильтровать по времени. То, что не старшая неделя. И там есть эта фраза, там он говорит. Там фраза совершенно не про это. Я бы не стал... Скажем так, может ли она значить, что вопрос уже решен и что-то готовит? Ну, в общем-то, может, да. С другой стороны, понимать это слишком широко тоже. Типа он сказал что-то там про органы опеки и попечительства, а трактовать это как закон СБН тоже не факт, в общем. То есть он сказал не про это. В общем. По поводу дракона, это неприятная, конечно, мысль. Вот, ее не хочется, ее осознавать, потому что придется кормить-то этого дракона чем? Его же придется кормить собой, да, там, то есть, там, собой, своими, там, близкими, друзьями, там, и, не дай бог, конечно, еще и детьми. Потому что эта машина, она и детей же тоже будет есть. Ну, там, взрослых детей, да и не очень взрослых детей тоже будет есть. Это, конечно, мысль тяжелая, вот. И насчет, естественно, у любого человека в нашей стране есть рефлекторная реакция, типа, что, типа, это вот чем хуже, тем лучше, при всем том, что, да, это может быть и так, на самом деле. Я, собственно, сам автор старинной идеи, да, по поводу глобального бойкота по бракам и порождениям, и считаю, что, да, можно было бы очень серьезно сдвинуть, скажем так, политику этой страны, если бы, ну, большая масса людей, скажем, процентов 30 достаточно, там, мужчин, даже, да, даже только мужчин одних, потому что просто они объявили бойкот на эту тему и, в общем, дали понять, что, в общем-то, либо будет, в общем, либо нас будут выслушать, либо ничего не будет в этой стране, то есть это будет выжженная земля. По аналогии с приемом, который применил главный герой в книге Дюна. Ну, как бы, я понимаю, что, как бы, слабость этого плана, вот, но, в принципе, он, в общем-то, из этой же категории, да, подтолкни из серии, вот, ну, не знаю. Все-таки интересно их взять, действительно, хотелось бы понимать, раз уж это такие вот, ну, то есть, хотелось понимать мотивацию этого дракона, и эта мотивация до сих пор непонятна. не знаю, что и медвежит. Есть, конечно, версии, некоторые, гипотезы там разного рода, но хрен их знает. Так, Александр, прошу. Так, сейчас я отключу. Вот, ну, насчет того, что там Пушкина не пройдет в Госдуму, пройдет, не пройдет, ну, понятно, что там она крутится сейчас, пытается, скажем так, попасть туда по понятным причинам, в принципе. Ну, я так особо не переживаю. Ну, берут ее, другие появятся, в принципе, такие же. Тема-то, как бы, еще гранты за это, как бы, получать можно и прорабатывать тему не Пушкина, так другая там появится. Он, кстати, вот где-то тоже на днях было в новостях, что прокурорша эта вот из Крыма-то, которая есть, вылетела из головы, как ее зовут, она тоже что-то там стала заикиваться про домашнее насилие, тоже что-то пошли у нее мысли такие. Так что не надо переживать, ни одни, так другие появятся. Вот, насчет того, какой вариант, ну, еще вариант есть валить, вон, в Турцию валить, допустим, раз они там эти законы отменять собираются, то он в Киоганну значит, переселяться вместе с ним в Анталию, где он там живет жить. Ну, это шутка, конечно, такая. Вот, насчет новостей, я, кстати, вспомнил, да, потому что, когда на работе в столовой кушаю, там как раз новости идут по телевизору, ну, вот крутит Россию 24, и вспомнил я эту встречу, вот та с прокурорами, как Сергей сказал, что там всего несколько человек сидело в зале, и там, ну, как раз вот именно по телевизору, когда показывали, вот именно вот про эту цитату тоже ее, она всплыла, что вот насчет детей, да, детей, ну, ладно, я подумал, ну, дети, дети, ну, понятно, что там ситуация сложная, там, обстановка накаленная, ну, Путин вот про это как бы сказал, ну, и... сказал, чтобы отметиться как-то, что он, как бы, ну, не безразличен к этому, по факту все как есть, так и останется. Вот. Теперь насчет Англии тоже хотел сказать, я эту новость слышал, я ее хотел еще тоже, я ее где-то неделю-полторы назад тоже по телевизору услышал, и там достаточно на России 24 озвучивали ее, и она тоже в таком достаточно феминистическом ключе была озвучена. Меня вот это вот как бы, ну, настроило, и в конце там четко прозвучало, что семейно-бытовое насилие относительно, это, ну, мужчина, то есть, ну, как бы, женщиной издевается и прочее, это вот четко прошло по центральному каналу такое вот. Вполне возможно, что это кто-то там, это типа, либо стандартная ошибка, либо кто-то из редакторов соответствующим образом материал подавал насчет этого вот случая в Англии. Вот. Я хотел еще в прошлую субботу про это сказать, но что-то как-то вылетел из головы, забыл, ну, ладно. Так что вот другой товарищ, в принципе, озвучил. То есть, там волна определенная идет, достаточно сильная, похоже, раз даже на наш телевидение попало. Так, теперь насчет произведений, где нетоксичные, как бы, герои, скажем так, да, как это вот положительные. Ну, у меня вот сразу просто на скидку два таких примера. Это первый, это Лев Николаевич Толстой, его эти первые произведения, детское его, это трилогия, там, детство, отричество, юность, да, там, в принципе, достаточно все светло, скажем так, красиво, хорошо. И второе тоже произведение, это Иван Шмелев, Лето Господне. Там, в принципе, он свои детские религиозные воспоминания описывает, там праздники церковные. Вот, ну, тоже там ничего фактически нету, и достаточно такая светлая и хорошая книга. То есть, получается, ну, если, как бы, искать такие произведения, скорее всего, надо искать о произведениях, о детстве, наверное, вот так вот. Потому что, ну, в детстве либо человек не замечает, либо в таком особом мире живет. Поэтому и положительный момент такой, как бы, будет. Вот. Теперь тоже про психолога вы говорили. Ну, не знаю, вот Асафин, он много у себя этих всяких разборов, всяких фильмов публикует. Ну, не знаю, я вот его немного послушал где-то на третий, на четвертый разбор фильма, меня уже тошнить стало. Потому что он конкретно берет и начинает свои клише. Посмотрел я, чему он там учит тренингам, вот то же самое оттуда, он просто на фильмы все это накидывает. У него там достаточно много просмотров, там почитатели его, вот, вот, как вы четко сказали и все прочее. А он просто берет и фактически на фильм натягивает какую-то свою трактовку и свой тренинг, грубо говоря, и таким образом народ зазывает. То есть, обычным инфоциганством занимается. То есть, как, в принципе, практически все, за редким исключением, психологи там эти вот популярные, тот же Лобковский, в принципе, те же самые эти вот, Степанова там и прочие товарищи, они как раз подают достаточно ярко материал так, чтобы это интересно, типа, людям слушать было. А на самом деле достаточно все поверхностное и чисто, ну, клиентуру себе, скажем так, набивают определенную. И что-то свое рекламируют, ради денег на самом деле этим занимаются. Вот. Спрашивали, кого можно порекомендовать из тех, кто, типа, этим не занимается. Ну, вот, на самом деле, мужчин, которые подобным делом занимаются на Ютубе тоже достаточно много. Там всякие эти тренинги личностного роста, еще что-то. Ну, там даже за деньги свои эти ролики продают. Полным-полно таких товарищей. Ну, вот я как бы одного такого блогера знаю. То есть он как бы не заинтересован в этом, скажем так, в консультациях, в деньгах просто как бы человек вот, ну, профессор, он есть профессор, там это по уровню видно. Но другое дело там как бы до его лекции, допустим, ну, тяжеловато слушать, скажем так, потому что мы привыкли к каким-то ярким эмоциональным выступлениям. А тут человек просто лекцию читает, иногда достаточно занудно, но, по крайней мере, там материал более такой, скажем так, более высокого уровня идет, чем популярный. Ну, лекция для студентов от факультета психологии, соответственно, она и есть лекция. Так, теперь насчет того, что вот надо всех, мол, обследовать, посмотреть, кто здоровый, нездоровый. Ну, извините, это мы к фашизму приходим. В принципе, это закономерный достаточный итог из всех этих психологических вот моментов и деятельности, ну, скажем так, ученых, вот типа того же самого Стропольский, как там правильно его звать? Сапольский. Сапольский, да. Вот, что как бы вот такой вот именно биологизм, сведение все к эмоции, там, к какой-то химии, к рефлексам там и прочее, оно как следствие ведет к обследованию и фактически к фашизму. То, что вот фактически предложили, это вот я это, ну, услышал, в общем-то, своими как бы ушами только что. В принципе, вот я как бы Сергею тоже скидывал вот ссылки на критику тех же самых теорий, вот буквально там третий ролик слушал. Как раз там конкретно об этом говорил Андрей из Украины философ, что подобные теории, они рано или поздно к Евгенике приводят и подобные мучения. На ссылку спасибо, я ее на самом деле там начал слушать до лекции. Если мне показалось как бы, что, то есть, ну, как бы как посыл я понял, но я, честно, вот не услышал его мнений как бы какого-то, ну, какого-то обоснования, то есть, а на чем? То есть, он просто говорит, ну, просто вот, типа, я так думаю, я так чувствую. Все-таки те-то люди уступают со стороны как бы науки, да, там, ну, какой-никакой там науки, а он как бы так, типа, ну, вот это, наверное, приведет к каким-то там последствиям, ну, может, и приведет, конечно, биологизирование вообще приводит к последствиям, но, как бы, я, честно, не услышал там особые обоснования, то есть. Ну, ну, к ценностям сводит то, что в ценности лезут, лезут то в те области, которые, как бы, эти науки не занимаются и пытаются объяснить через биологию ценности, вот так вот, то есть, фактически вот к этому, если так кратко говорить, ну, ладно, это тоже мы, как бы, отвлеклись, и так, и насчет тоже сказали, что вот насчет того, что вот эта психология, есть религия и прочее, но это, с моей точки зрения, это даже не религия, это больше на пропаганду похоже, потому что религия, она подразумевает мистику в любом случае, это основное, если нет этого, это просто обман на самом деле, вот, а любая, как бы, серьезная религия, она на этом основана, как бы нам, ну, не казалось, там, можно по-разному к этому относиться, как-то это объяснять разными вещами, но никуда тут от этого не денешься, так вот, и тоже вот, да, верно замечено было, что вот, в принципе, с той же психологией, если взять, ну, по крайней мере, я считаю, что, в общем-то, полезно не читать не популярные книги, а каких-то ученых, которые, ну, реально какой-то вклад сделали в психологию ту же самую, того же Фрейда, допустим, Юнга смотреть, каких-то учеников их, каких-то современных вот подобного рода авторов, а не популярную какую-то такую литературу читать, этих псевдопсихологов того же Лобковского там, или еще кого-то, где просто фактически люди какие-то свои теории просто излагают достаточно, фантазии даже, скажем так, на эту тему, а стараться как-то больше первоисточники смотреть и читать, по крайней мере, толку от этого, я думаю, больше будет, чем популярные эти всякие книги смотреть, вот, и тоже хорошо было замечено, что там книги, сюда я бы и фильмы там, и музыку бы добавил, они тем и хороши, что не дают однозначной оценки, вот даже сегодняшний фильм, если посмотреть, там, у меня одна оценка, у Сергея там другая оценка, у кого-то третья, и эта вариативность, она позволяет какие-то моменты вскрыть там, которые мы друг у друга сами не видим, а друг друг другу можем подсказать, посмотреть, и у каждого своя картина складывается, а эти все ролики, они, ну, занимаются фактически зомбированием, на самом деле, и безапелляционных, вот так вот, и возразить самое главное, автору практически невозможно, и он не услышит это возражение, в отличие, допустим, вот нашего сегодняшнего там, допустим, диалога, обсуждения, ну, их все, в принципе, у меня. Я загуглил, Поклонская действительно выступала, ну, это самое, по поводу закона домашнего насилия, но новость очень старая, новость от ноября 19-го года, так что не знаю, ну, как бы, если она запомоилась, что называется, об этом закон, ну, что я могу сказать, минус один политический деятель, что, что тут сказать, как бы, как Крым наш, но, так сказать, а мужчина в семье не наш, ну, вот так вот, что, вмещается в одной голове. Сейчас, какая-то мысль была по поводу, по поводу психологии versus религия. Слишком гигантский топик, чтобы его как-то там разумно можно было закрыть, но я так в двух словах так скажу. Естественно, психология выступает, как некая, скажем так, секулярная замена религии. То есть, как Нил Посман отмечал, ну, не только он, в общем, в принципе, любые антропологи отмечают, да, что, собственно, людей, там, даже самые древние находки, там, когда различают, например, какая-нибудь там стоянка, где люди жили, были ли это люди или там человекообразные обезьяны. Насколько я знаю, одним из важнейших критериев является наличие предметов культа. Если находят предметы культа, то есть считается, что у них какая-то была какая-то религия, то это люди, типа, пусть даже ранние, древние люди. Если у них нет предметов культа, то это, значит, там, высокоразвитые животные, там, всякие там, асалопитеки там, или кто там, не знаю, были, в общем. Короче говоря, религия является одним из фундаментальных аспектов, что ли, да, может быть, даже вообще является центральным аспектом, на самом деле, что такое человек, да, и что это на самом деле религия означает, ведь это, когда мы говорим про религию древних людей, это же не может быть связано с чтением, так что это не религеры повторно читать. Нет, нечего читать, значит, это не оно. Вот, там, про отношения, там, религеры, да, там, относиться, ну, наверное, больше подходит к религере, просто есть две версии происхождения слова религии, там, отчитать и, вот, относиться, там, и, в общем, ну, примерно равновероятны. Вот эта потребность у человека, как бы, иметь смысл того, что происходит, как бы, какой-то, чтобы вот эти вот бессмысленные события, которые, в общем, иначе, просто являют набор какого-то хаоса. В этом смысле мне показался очень хороший фильм, я его не предлагал его на голосование, но я про него мини-обзор делал, фильм «Крупная рыба», человек, которого можно поверхностно воспринимать, как просто вруна, но на самом деле человек пишет, как бы, некую миф, что ли, да, то есть он, как бы, и пишет его, и живет одновременно, как бы, да, потому что хочет, чтобы его жизнь значила что-то большее, чем просто набор вот этих бессмысленных фактов, и там сутат туда вставил из Посмана, что он говорит, два вопроса, которые ребенок спрашивает практически сразу, как только начинает говорить. Откуда я пришел, и что со мной будет после смерти, там, ну и там дальше. И его мысль в том, что ответ современной науки очень, ну, плохой, он очень деструктивный для человека, то есть наука отвечает, что, в общем, и то, и то было случайно. Вот, и дальше его мысль в том, что многие люди считают, что случайная жизнь не стоит того, чтобы жить, и отсюда, там, самоубийство, психические заболевания и так далее, и так далее, и так далее. То есть у человека есть потребность, чтобы то, что он делает, то, что происходит, имело смысл, то есть чтобы это свадывалось в некий метатекст, и в этом была некая, у этого было значение, да, то есть зачем это все происходит, то есть там Роберт А. Джонсон говорит про бессмысленность, как одно из самых страшных болей в человеческой жизни, что обретение смысла, оно, ну, вылечивает все, даже в том числе и позволяет перетерпеть негатив. Опять же, Постман цитировал, да, кого он цитировал, Ницше, что ли? Тот, у кого есть зачем, может пережить практически любое как. Вот это вот зачем, это, ну, потребность человеческая, которая факт. И раз религию мы сместили, так или иначе, в целом в обществе, то есть мы ее убрали, сместили, мы ее там понизили, да и сама религия, честно говоря, не особенно. Я вот время от времени захожу на канал того же Ткачева, смотрю, о чем он говорил на последнюю неделю. И вот, ну, не вижу ничего, что могло бы, ну, какое-то имел бы приложение вот полезное, то есть что-то, что могло бы повлиять на, там, на вашу жизнь в следующие, там, неделю или месяц. То есть ничего вообще, то есть какая-то абстракция ни о чем. Магические заклинания, абра-кадабра какая-то звучит. А жить-то как-то надо, нужно же какие-то иметь, как бы, какой-то, ну, как-то, то есть, чтобы это какой-то смысл имело. И вот это вот какой-то смысл имело, я так понимаю, что когда церковь, в общем, потеряла свою роль, так или иначе, ну, или помогли эту роль потерять, то теперь эту роль, да, вот всплыла, как бы, в принципе, это, наверное, ответвление вообще-то было, психология по логике должно иметь отношение к религии, потому что там используются, там, архетипы, там, божества, там, да, какие-то там мифические создания, там, модели какие-то, поведения, сказки, мифы, как истории, да, которые, ну, обычно любой миф – это какая-то сжатая идея, только ее сложно достаточно декодировать, но она, как бы, закодирована именно в мифе, в сказке, поэтому, собственно, наверное, главный источник, вообще-то, вот, такой практической психологии, в том числе мифического, вот этого мышления – это сказки. И, опять же, дети, когда начинают, там, даже самые маленькие дети, когда родители начинают, там, читать или рассказывать что-то, что они им рассказывают? Они им рассказывают сказки, какую-нибудь, там, курочку рябую серии, там, да, или колобок, некая история, у которой есть какая-то, там, завязка, она, вообще-то, содержит в себе какие-то мысли, довольно сложные мысли, вообще-то, если подумать, там, да, просто она изложена в такой вот запакованной, что ли, версии, которая вот закладывается в ребенка, и эта сказка дает набор импринтов потом для проживания в этой культуре. Что такое хорошо, плохо, что там можно делать, нельзя делать, вот это приводит к плохим последствиям, это приводит к хорошим последствиям, то есть такой набор правил. Чем это задается на раннем этапе? Когда ребенок еще не умеет читать, он принадлежит устной культуре. Когда он принадлежит устной культуре, он учится через сказки. через пословицы, в том числе, через поговорки, через там песенки, стишки. Он не понимает смысл этих стишков, половина, как правило, но он их заучивает, они становятся такими вот, ну, именно то, что называется импринтинг. Смысл-то в чем этого всего? Смысл именно в том, чтобы дать некий набор вот этих вот инструкций. Что такое хорошо, что такое плохо, там, как относится между собой то, что тебя окружает, вот оно так соотносится, там люди, животные, семья, там вот так, там плохо, хорошо, там правильно, неправильно, подчинение, неподчинение, там хорошо поступил, плохо поступил. А для взрослых людей логично, что это переросло, ну, что-то такое типа психологии, как бы, да, то есть это, в принципе, набор неких правил, и у этих правил есть школы, то есть, как бы, есть масса разных направлений. Они, конечно, сходятся в некоторых общих чертах, но тем не менее, они также и сильно различаются в некоторых деталях, то есть, как поступать с этим черным ящиком, который называется человеческая психика. В общем, толком не понимаем, как это работает, есть всякие модели интересные, там, да, вот это эго, суперэго, там, не знаю, ид, там и прочее, 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 там, как это Фрейд рисовал, потом, как Юнг рисовал, потом сейчас, как сейчас рисует, там, какие-то вот эти кругами, там, концентрическими, там, или секциями, там, еще чем-то, там, накладывающиеся, там, тут сознательное, тут бессознательное, тут еще что-то. Это же все модели. Это попытка нарисовать, а что, наверное, может быть внутри у этого ящика. То есть, попытка диза... как это называется? Реверс-инжиниринг. Обратный инжиниринг сделать того, как человек думает. В условиях отсутствия религии. И да, получается, что ваши секулярные религии – это психология. Вам же нужно как-то понимать, как этот... То есть, грубо говоря, мы многое знаем, там, современная медицина многое знает об аппаратном обеспечении человека. Далеко не все, конечно, но многое знает, да. То есть, медицина, ну, скажем так, она тоже такой, типа, это хакеры, которые, в общем-то, тыкают в какой-то черный ящик, смотрят, что работает, что не работает. Но, в принципе, натыкали достаточно, чтобы понимать, как оно примерно устроено. В психологии медицина намного меньше, я так понимаю, знает, что на самом деле происходит у человека внутри. К тому же, эта штука, похоже, пластичная, она меняется с поколениями, там, или, например, меняется из-за медиасреды. Допустим, подход, который сегодня применяется, скажем, там, не знаю, средним психологом к зрителю телевизора и интернета, наверное, не тот подход, который сработал бы, допустим, во времена Фрейда, когда не было телевизора. Не было такого мышления, там, люди больше читали, да, там, и принадлежали к другому, к другой социальной категории. Так что, есть у психологии такая функция протеза. Люди ищут, почему-то это все, это увлечение эзотерикой, мы знаем, да, что женщины, особенно, у которых жизнь не очень, скажем так, сложилась, да, то есть стандартная вот эта вот, ну, мейнстримовская версия, семья, дети, там, и так далее, не сложилась, их часто действительно несет куда-то вот в эти вот, там, эзотерика, нумерология, астрология, там, Таро, вот это, вот это все, вот это, то есть туда несет. Как я понимаю, зачем, в конечном счете, зачем несет-то? Это, это, это попытка смысл увидеть в этом, прочитать, каким-нибудь образом прочитать в этом смысл, чтобы было понятно, зачем это, почему, откуда и зачем. Почему, чтобы этот хаос, было его легче выносить, этот хаос, потому что теперь вы понимаете, как, ну, то есть, что в нем, он обретает некий смысл, то есть не просто что-то случилось, а оно вам что-то сообщает и что-то от вас хочет, то есть, что-то кто-то с вами разговаривает, да, там, через события вашей жизни. Почему-то человеку это важно. Почему ему важно это, я не знаю, у меня нет таких знаний. Но я достаточно опытный, чтобы понимать, что да, это стремление у человека есть, и, как бы, если его ничто вот, ну, не удовлетворяет, нет никакого способа этот голод утолить, то идут всякие суррогаты взамен. Начинается вот эта вся вот, то есть, как бы, вот эту энергию, вот это стремление, его нужно куда-то канализировать. Если нет подходящей, как бы, проверенной временем способа его канализировать через, там, религию, значит, оно канализируется через что-то еще. И для большого числа людей сегодня его канализирует психология, и, в общем-то говоря, бывает, людям это помогает. Там, опять же, лишний раз порекламирую перевод у меня на канале в плейлисте переводы фильм документальный Роберта А. Джонсона «Поиски святого Граиля». Там, в принципе, вот про этот, про поиск смысла в определенном аспекте только небольшом, там есть и книжки его я тоже рекламирую. Вот, так что, не самый худший, в общем, вариант. Поможет или не поможет, не знаю. А что, религия всем помогает, что ли? Тоже не помогает всем подряд. А также и психология тоже всем подряд не помогает. Так что, получается вот так. Так, что-то я заговорился. А, у нас... Так, Алекс повесил. Половил руку туда, да, Дмитрий, прошу. Дмитрий здесь. Да, сейчас у меня возникла этническая проблема. Меня слышно? Да, слышно. Да, Сергей, очень интересный комментарий по поводу религии. Я в целом совсем согласен. Но, тем более, получается, что действительно религия, что психология это какая-то секулярная религия. Но тогда я вообще не понимаю, а зачем? Когда мы вот что-то обсуждаем, конечно, интересно обсудить что-то глубоко с какой-то философской точки зрения. И когда мы что-то глубинно обсуждаем, приводить аргументы из какой-то там религиозной этики, что там это было токсично, это не токсично, но это довольно поверхностно. И тогда возникает вопрос еще, а почему мы именно из этой религии приводим аргументы? Я бы уж тогда лучше бы сразу говорил бы, что персонажи поступили греховно с точки зрения христианства. И для меня это как бы имеет большой плюс, то что христианство – это мужская религия, а это по психологии – это женская религия с женщинами-попами. В принципе, я, наверное, уж предпочту как бы попов-мужчин. Но, конечно, любая как бы при каком-то философском глубинном обсуждении любая там религиозная аргументация, она выглядит довольно беспомощно. Вот что хотел еще сказать. Хотел Сергею ответить по поводу собственно валидности научности, психологии. Я вот хочу привести конкретный пример Вильгельм Райх. Он считается таким этим, крупным психологом, основателем телесно-ориентированной терапии, оказал влияние на многих там мыслителей в области психологии, например, на Перлза, основателя Гештальта. Теперь посмотрим, а что это за человек Райх? Ну, он отрицал брак. Он стал, в принципе, сильно популярен за счет критики фашизма. Его как бы раскрутили леваки. Что самое интересное, он развел псевдонаучную теорию оборгонной энергии и занимался на этой почве жульничеством. Его посадили. То есть, что мы видим, что крупнейший мыслитель с точки зрения психологии это жулик, которого осудили за мошенничество и посадили. Как бы все. О чем тут еще говорить? То, что психология как практика, она помогает конкретным людям. Я с этим как бы не спорю. Я вообще в этом плане не против психологии. Но точно так же какой-нибудь хороший поп там, добрый, как бы с хорошим пониманием людей, без психических проблем собственных, тоже отлично помогает прихожанам. В общем, я против, чтобы обсуждать какие-то глубинные вопросы с точки зрения каких-то там религиозных аргументов, что что-то токсично, что-то нетоксично. Я вот хотел бы поднять бы еще такую вот проблему. Я вот хочу заявить такой как бы может быть такой очень дискуссионный тезис. Но я вот хотел бы понять, когда мы обсуждаем право, что приняли какой-то закон, не приняли там какой-то закон. Мне вот интересно, какая вообще философская основания этого. Собственно, если мы хотим принять какой-то закон, который ограничивает женщин, с точки зрения вот каждого конкретного индивидуального мужчины, как это выглядит? Это выглядит так, как будто мужчина говорит, что я не могу как-то подчинить себе самку без помощи государства, которое против нее примет законы. И когда... То есть мы привлекаем государство против женщины. И когда женщины привлекают государство против мужчины, в принципе, мужчинам это не нравится. То есть часто говорят, что вот жена замужем за государством. И я вот хочу разобраться, это симметричная ситуация или нет. Потому что если это симметричная ситуация, то получается, в этом есть некая лицемерие. Мы против того, когда женщина привлекает против мужчин государство. Но мы сами хотим привлечь государство на свою сторону. То есть я вот хотел бы в этом разобраться. Действительно, либо это так, либо как-то этот тезис можно опровергивать. И я вот хотел бы еще посмотреть на эту ситуацию с точки зрения женщины. Когда я вот пытаюсь посмотреть на эту ситуацию с точки зрения женщины, смоделировать в голове женское мышление, я вижу, что мужчины, которые обсуждают какие-то законы, это слабые мужчины, которые хотят друг с другом объединиться, принять какие-то законы, использовать это как сексуальную стратегию какую-то. И вот если смотреть на это с какой-то точки зрения эволюционной, то в эволюции, конечно, все, что работает, как бы это хорошо. Все, что позволяет придать свои гены, это как бы засчитывается. Но получается, что мужчина, который встает на такую позицию, он как бы отказывается от того, что он как бы сильный самец, который может действовать индивидуально сам от себя. И ему нужно с кем-то объединяться. Тут как бы вот это такая очень зыбкая ситуация. Я бы хотел это обсудить. Спасибо. Не думаю, конечно, что я смогу эту тему закрыть. Так, порядок частного мнения. Существует же некий баланс, да, какие полномочия отданы там мужчине, скажем, в семье, и какие полномочия отданы государству. Допустим, если брать родначальника нашего современной там системы юридической, это будет римское право. В римском праве полномочия главы семьи, собственно, семья там определялась как все, что принадлежит главе семьи. Никакого другого определения семьи не было вообще. В этом смысле сейчас семьи не существует вообще. По крайней мере, в России просто нет этой категории. Но полномочия были очень-очень большие, вплоть до лишения жизни. То есть судить судом вплоть до лишения жизни. Соответственно, автоматически получается, что какую часть законов нужно кодифицировать, чтобы она внешним образом регулировалась. Понятно, что очень небольшую, потому что всю основную часть в пределах домохозяйства осуществляет сам глава, как бы. Они просто не писаны. Они писаны культурой. Ну, и его собственным там наложением культуры, и его личных там воззрений на конкретную ситуацию. Если у вас мужчина лишен этих полномочий в собственном доме, ну, или кто бы то ни был, неважно, просто такого человека просто нет, кто имеет столько полномочий в семье. Значит, если это делает не он, то это автоматически делает кто-то другое. Кто это будет делать? Какая-то внешняя структура. Значит, все вот это, то, что там Паттер Фамилия делал без кодифицирования, без там записывания этого в каких-то правилах там, без... Я не думаю, что дома Паттер Фамилия был отдельный кодекс, там уголовный написанный, семейный. Как бы делали на основе того, что люди считали просто правильно, неправильно, хорошо и плохо. На основе своего образования. А если этого ничего нет, то вы вынуждены все это написать и кодифицировать, и отдать какому-то внешнему... То есть у вас, получается, суд внешний, уже только внешний, там, наказание тоже только внешнее, и так далее. То есть у вас как бы функции, которые раньше были у семьи, они переданы, ну, государству и его законам. Естественно, это означает, там, гигантское разрастание кодексов всяких, там, гигантский аппарат судебный, который только работает, там, не знаю, счетно, там, наверное, на десятки тысяч, если не сотни тысяч этих вот, там, судей, приставов, там, документооборотчиков, и те, кто все это двигает, вот эту машину, там, которая, ну, которая в фильме корпорации «Развод» раскрыта, да, то есть такая лавина, бумаг, бумаг. Вот во что это все превращается. Так понимаю, что единственный способ как бы не требовать этого, это нужно вернуть полномочия, как бы из, из, из наружи вернуть их внутрь. Я не знаю, как это можно сделать, посредственно чего. Ну, самое вероятное, посредством БП, так называемого, да, вот если посредством БП, то, я думаю, это все автоматически очень резко вернется, и все будет очень легко, и быстро устаканится, и без всяких писанных кодексов, без ничего. Будет на уровне, там, типа, вот, сказал, сделал. А так, честно, если мы, как бы, кодифицируем это внешним кодексом, мы договорились, что это, что у государства, только у государства есть монополия на насилие. В римской, в римской системе так не было. Не было монополия на насилие у государства. Нет. Ну, а насилие имели право делать в отдельных семьях вполне себе. Вот. Были такие полномочия. Ну, тогда, как бы, вы вынуждены все это регулировать снаружи. А кто еще? Либо у вас автономность семьи, и они решают сами внутри, либо это делается внешней структурой, которая, вот, действует по какому-то, там, правилу. И все, так сказать, семьи вынуждены форматироваться определенным образом под эти общие... То есть, нет такого, что вот в этом домовладении такой порядок заведен, а в соседнем домовладении другой порядок заведен. Нет. У вас все, вот, кодифицируется все вплоть до косых взглядов, как Оксана Пушкина, и хочет кодифицировать. У вас будет стандарт. У вас будет, так сказать, корпоративный стандарт на поведение внутри, там, семьи и так далее. И у вас нет... У вас даже выбора нет, подчиняться ему или не подчиняться. Даже у вас сосед, который сочтет, что вы не соответствует стандарт, он вас заложит. Как 1884. Ну, в общем, мне как-то так видится. Так что я тут противоречий не вижу. Если функции вынесены вовне, то, ну, как бы, значит, они вынесены вовне. Кто-то их должен пополнять. Так, Александр. Прошу. Так, Александр с нами или это просто рука осталась в прошлого раза? Так, что-то у нас Александр пропал. Ладно. Тогда Дмитрий. Да, Сергей. Я вот хотел... То, что вы говорили, у меня возникло такое возражение. Нет ли здесь проблемы как бы того, что мы не понимаем, что было на первом месте, а что появилось потом? Ну, взять какого-то древнего римлянина, это какой-то сильный мужчина, который живет на своей земле, владеет какими-то своими рабами, которые там возделывают его собственный участок. И, конечно, если там такой мужчина, его баба там что-то начнет ему это, да он ее просто изобьет, как бы, да у нее и такого, в первую очередь, такой мысли не возникнет в голове, что-то там ему перечить. А уже постфактум, имея вот это право сильного, они написали себе такие законы, которые им хотелось. Причем, кстати, что, ну, даже эти законы, они, может быть, больше защищали женщин, ограничивая какой-то там произвол в их отношениях. А теперь то же самое, а теперь, как бы, мы ставим наоборот телегу впереди лошади. Мы сначала хотим написать какой-то закон там в нашу пользу, при том, что мы не можем эту возможность реализовать де-факто, а написать уже закон задним числом, так как нам удобно. Тут, конечно, возникает такой вопрос, вообще, какие основания права. Всегда ли как бы право, оно там сочиняют сильный, так, как им удобно, либо есть какие-то более глубинные основания этого права. Но вот я про себя могу сказать, что я вообще никакие законы, я законы особыми уважаю, и я всегда стремлюсь их обойти. То есть, я вот приехал в другую страну, тут надо какие-то, скажем, экзамены на права сдавать. Я не хочу это ничего делать, я просто эти права, скажем, куплю, потому что я знаю, что я как бы хорошо езжу, я не хочу в этих как бы законах вообще им как-то следовать, не хочу с ними разбираться. И вот у меня, не знаю, по отношению к женщинам точно такая же, вот скажем, позиция, как по отношению к этим водительским правам. То, что я хочу как бы решить так, как я хочу. Если как бы законы против меня, то тем хуже для законов. то есть я хочу что-то сам сделать, и чтобы законы как бы написали так, как мне было удобно, а не наоборот требовать каких-то законов в свою пользу, которые мне дадут то право, которое я не могу взять силой. То есть, наверное, можно сказать, что это какой-то там, не знаю, социопатический взгляд. С другой стороны, можно сказать, что все эти как бы законы это какая-то там выдуманная штука, что нельзя как бы всю эту реальную жизнь как-то загнать под какой-то закон, чтобы вот какие-то там чиновники, полицейские, судьи, они там решали каждому человеку, как ему правильно жить. Вот я не знаю, мне кажется, в этом есть какая-то очень глубокая проблема, и я вот даже тут сочувствую женщинам, потому что когда женщина, она там пытается привлечь на свою сторону государство, мы можем это объяснить тем, что женщина, она в принципе более слабая, ей приходится как бы присоединяться к какой-то силой, к какой-то внешней силе, использовать внешнюю силу своих, к своей выгоде, а когда мужчины так делают, ну это сложнее объяснить, потому что как бы ожидается, что мужчина, он должен в первую очередь на себя опираться, не знаю, как что добавить, но вот я здесь вижу действительно какую-то философскую проблему, в целом мне кажется, что все эти законы, это какая-то, скажем, вот я, например, нахожусь в какой-нибудь комнате с женщиной, я могу там заняться с ней сексом, могу, например, применить к ней семейно-бытовое насилие и это как бы то, что существует между мной и ей, а как бы находясь рядом с женщиной, привлекать к себе какое-то государство, чтобы оно что-то мне сделало, мне кажется, это какая-то такая странная мысль, я, может быть, не очень хорошо все это могу сформулировать, но мне кажется, что-то в этом есть. Ну, если брать, скажем так, эгалитарное направление, которое я по большей части разделяю, в общем, тенденции, я просто не верю, что в условиях отсутствия БП можно будет что-то зарулить, поэтому в условиях отсутствия БП только эгалитарный подход может какую-то роль сыграть. Значит, вам, условно говоря, сейчас на данном этапе, вот у нас в России очень больная проблема, это опека, соответственно, опеку, нужно, можно, нужно и должно уже во многих странах это сделали уравнять. И кто это может сделать? Это не может сделать никакое число там мужчин. Ну, уж там моносфера или мужское движение точно не может. Просто количестве недостаточно, чтобы как-то это продавить. Остается только апеллировать к какому-то, ну, конечному органу, то есть поднимать эту тему, мы об этом говорим, мы об этом там, вот там, насколько это можно, это звучит по каким-то там СМИ, пусть не по центральным, хоть по каким-нибудь, то есть, ну, только так. То есть, мы это поднимаем на общую тему. В целом, мне кажется, опять же, частное мнение, я не знаю, я никогда историю права не изучал, поэтому, это так, чисто вот философское воззрение. Как я думаю, примерно вот аналогичным образом, как у нас произошел, так сказать, перекос, что ли, да, то есть, эти полномочия мелкие все, которые решал отдельный человек в семье, они уехали к государству и еще разрослись, то есть, ну, законодательство чудовищных размеров достигает, что без компьютерных систем практически невозможно в нем вообще ориентироваться, да, одно только количество обновлений такое, что вам требуются информационные системы на процессоры, которые просто позволяли бы ориентироваться в этом, ну, в этом море просто бумаги, что несуразно совершенно, потому что я видел, что что-то, где-то я читал, что типа, что все семейное право римлян что-то излагалось там что-то на 20 с чем-то страницах, все, это было все семейное право, и даже если посмотреть вот фильм Корпорации развод, там есть сцена, где юрист такой, престарелый уже такой дядечка, он такой, показывает учебник старый, говорит, вот, когда я заканчивал этот вуз юридический, то вот, вся секция семейного права была какая, и он показывает ее там страниц так, ну, не знаю, может 30-40 вместе, он говорит, это все, а потом такой, то он берет в руках такой, страниц на 800, говорит, а это вот современный кодекс, почувствуете разницу, то есть, практически без машинных систем это невозможно сделать, но главное даже не это, опять же, это мое пальцем в небо представление, как я понимаю, вот те же Афины, да, изобитатели демократии и, собственно, происхождение термином демократии, демократов этих, вот тех, порядка 5000 человек, всех, всего людей с правым голосом, на все Афины, какая численность Афин была в этот момент, не могу сказать, по памяти не знаю, знаю, что, ну, просто посман эту тему часто обсуждал, поэтому, цифра 5000 у него постоянно звучала, как я понимаю, значит, эти 5000, это избиратели, значит, вы избираете своего сенатора, как там, аналог у них был, кто там был аналог сенатора в Афинах, типа сенатор, ваш представитель, заместитель ваш, который вас замещает, то есть, ваши интересы представляет, что важно, вы этого человека знаете лично, это кто-то из ваших соседей, кого вы знаете, там, с детства, там, не знаю, со школы, там, или еще, не знаю, там, или вообще живете несколько поколений вместе, то есть, тот, за кого вы голосуете, кого вы избираете из кандидатов, это человек, которого вы лично знаете, с которым вы, грубо говоря, вечером встречаетесь и там обсуждаете что-то, как мы сейчас, примерно, с ним обсуждаем, из этих пяти тысяч, так, каждый из, скажем, человек, не знаю, там, сколько их общей сложности было, там, какое-нибудь было общее число избранных, там, человек 200, наверное, примерно, 300-200, то есть, грубо говоря, примерно, получается, каждый человек 15-20 избирали одного представителя, которого они лично знают, то есть, когда вы за него голосуете, он себя выдвигает в качестве кандидата, у вас полемик какая-то, там, дебаты и прочее, в общем, вы когда его выбрали, голосованием, то это не какой-то абстрактный, непонятно откуда, марсианин, который сейчас какая-нибудь, там, не знаю, сваливается на вас, то есть, закон, который сейчас на нас сваливается, любой закон, например, всем носить маски, всем сесть дома, для нас все это приходит, примерно так же, как на нас пришло бы, метеорит из космоса, вот, падает, хрязь куда-то там, и упал посередине, почему, зачем, кто, какой в этом смысл, есть ли в этом смысл вообще, или вообще он, наоборот, вред приносит, для нас это просто все, ну, как послание из непонятной, ну, из неземной цивилизации, там система была совершенно, ну, радикально другая, то есть, вы избираете человека, который готов продвигать ваши интересы, там, он двигает определенные идеи, и этот человек образован, он обладает способностью, там, аргументировать, он может вашу позицию продвигать, потом, среди таких же избранных, и закон, который в итоге появляется, до чего они договорились, это то, что вы, скорее всего, так или иначе, захотели, то есть, вы это захотели, ваши там, соседи, грубо говоря, там, не знаю, 10-20 человек домохозяйств, вы какую-то идею выдвинули, эту идею, значит, обсудили, продвинули, и если ее приняли, она становится всеобщей, то есть, это вы стали источником этого закона, а не она свалилась на вас с неба, то есть, радикально, ну, ровно наоборот, диаметрально, происхождение, что есть причина, что следствие, человек и закон, то есть, там человек в следствии закона, и потом уже он ему подчиняется, и поэтому уже, дюра лекс, сед лекс, да, типа, ну, потому что вы его, кто его принял-то, он же не снизу, не, то есть, вот, например, пример пословицы, которые совершенно нельзя применять в наше время, когда ревнин говорил, дюра лекс, сед лекс, да, типа, закон плох, но это закон, он имел в виду, что это закон, который его окружающие продвинули снизу вверх и приняли, наверху, когда вы сейчас говорите, дюра лекс, сед лекс, закон плох, это закон, то это как какой-то, какой-то дебил, либо вообще враг, как, например, в случае Пушкина, я верю, что это реально проплаченный враг, сверху что-то на вас спускает, и вы почему-то, совершенно непонятной причине, должны этому подчиняться, при этом вы за этого человека не голосовали никак, он вам звать никто, и звать никак, вы бы его вообще, наверное, не знаю, там, на дуэль бы его вызвали, и убили бы, скорее всего, просто, то есть он бы даже не озвучивал таких идей, если бы это, ну, мы были, подобие было римской системы, он бы просто не имел права сказать, и уж тем более, там не было бы женских идей, напрямую уж точно, только косвенно могли звучать, как бы для вас это послание откуда-то сверху, какая-то там, типа, кара небесная свалилась там, а вы вынуждены на нее, ё-моё, ну опять, еще что-то придумали там эти, эти, там, идиоты, там, мудаки, пидорасы и прочие все, вот откуда-то на вас свалилась, и как я понимаю, это следствие того же самого, то есть цепочка между, зачем вообще закон, существует смысл закона, его вообще идея, она радикально поменялась, она просто поперебернута на 180 градусов, то есть раньше был закон для человека, а теперь человек для закона, или как вот это, я переводил интервью небольшое, Тони Бена, очень интересный парламентарий, британский, ныне покойный уже, я его книжку, кстати, купил, так интересно стало, он говорил, что, типа, работа представителей, которые, собственно, в парламенте заседают, по идее, подстраивать систему под нужды людей, а сейчас что произошло, что у вас людей, подстраивают под нужды системы, и этим занимаются, типа, парламентарии, то есть, ровно наоборот, поменено, и отношения к закону, во многом, вот это вот, типа, что, какая-то хрень, которую я не обязан уважать, и не буду, она именно во многом из-за этого, вы это не принимали, не голосовали, и не понимаете, почему это должно быть так, вот я, например, совершенно не уважаю семейный кодекс, почему я его должен уважать, там почти ничего нет, что отражало бы мое представление о том, что такое хорошо, что такое плохо, ничего, с чего я его должен уважать, мои родители тоже не принимали участие в его, там, принятии, тем более в обсуждении, я могу критиковать его, там, не знаю, наверное, сутки, наверное, напролет, каждую отдельную статью, с чего я его буду уважать, и тем более соблюдать, да ни с чего, как-то так, так, у нас, так, кто-то руку не повесил, а Алекс говорил, да, или нет, или это осталось с прошлого раза, я просто, тогда микрофон не включили, я жал, жал на него, а странно, я что-то вроде нажал, ну, хорошо, тогда прошел, не работало тогда, когда моя участь была, вот, ну, кратко тут, потому что говорили, вот, вообще, в принципе, как бы, выделяют три основных типа мировоззрения, это мифологическое мировоззрение, дальше, второе мировоззрение, это философское и религиозное, вот, еще иногда четвертое там научное выделяют, но это тоже под вопросом, скажем так, но общепринято, как бы, в любом вот учебнике философии, три типа мировоззрения, они, как бы, отличаются, и, в принципе, можно посмотреть, чем они отличаются, понятно, что достаточно, все, как бы, связано, взаимосвязано, и тоже религиозное мировоззрение, какие-то философские идеи, наоборот, то же самое, из религиозных деятелей, философы получаются, ну, и мифами тоже все пользуются, так или иначе, но, тем не менее, как бы, выделяют три основных типа мировоззрения, какие есть, поэтому, ну, надо четко, как бы, это различать, потому что, разные немножко вещи. Так, теперь еще тоже, Дмитрий тут, значит, христианство сказал, что христианство – это мужская религия, это на самом деле неправильно, христианство – оно не мужская и не женская религия, потому что, как апостол Павел сказал, что нету теперь ни иудея, ни Элины, нету ни мужчины, ни женщины, теперь все едины во Христе. В принципе, тот же самый культ, допустим, Богородицы, там, жен-вероносец и прочее, он, ну, и как бы, если в английскую историю посмотреть, так заявлять, что типа христианство – это мужское, это неправильно и на самом деле вредно, это именно есть вне, скажем, ну, с одной стороны вне пола, а с другой стороны внутри пола тоже, это тоже, на самом деле, сложная такая тема, такой вот как бы момент. Теперь насчет… как короткий комментарий вставлю, обычно же нет, имеют в виду, во-первых, то, что трудно отрицать, что христианство и его там предшественник, иудео, часть, которая, дохристианская, они все были патриархальны, скажем так, для патриархальной среды спущены. Я так понимаю, что это ни у кого не вызывало вопросов, хотя, например, в скрижалях Моисеевых нет ничего про патриархальную часть, да, но, как бы, общество, которое жило, оно жило строго так, и это вряд ли кто-то, ну, смог бы это оспорить. Это во-первых. Во-вторых, вот эта известная фраза, которая часто приводит, типа, что там, про расизм, там, и прочее, забывает про главную часть. Там сказано, что в Иисусе нету ни Элина, ни Иудея, ни мужчины, ни женщины. То есть, среди верующих, как бы, есть некое такое универсальное равенство, которое вот их приравнивает, делает из них некую, ну, там, сущность нового порядка, да, которая вот, она вот, там это не имеет такого большого значения, но ведь, и как бы, и сейчас на скидку, наверное, не знаю, смогу я процитировать или нет, но я почти уверен, что в Библии есть какие-то упоры, там, на то, что вот у мужчины есть такая роль, там, и задача, да, то он вот этим занимается, там, в обществе, а у женщины другая роль, и другая задача, там, да, и она занимается другим. То есть, они, конечно, там равны, в смысле, что они оба люди, у них у обоих есть душа, там, у них и так далее, но при этом они все-таки, ну, не одинаковые, и нету, не знаю, есть какие-нибудь доводы в Библии про равенство, скажем так, да даже в смысле строгого равноправия, мужчина и женщина, что-то я как-то сомневаюсь, честно, что есть такое в Библии. Ну, Сергей, вот это возразить ему надо, что как бы смысл христианства, именно чтобы любой человек Христом стал фактически, любой христианин стал Христом, это как апостол Павел говорил, что не я теперь живу, а Христос вам не живет, поэтому, понятно, что есть различия, но надо как бы к сущности, которая сверхчеловеческая на самом деле стремится, или богочеловеческая. Ну, на самом деле, это вопрос очень интересный, вот это все рассмотреть, там, ветхим заветем, новым еще что-то подискутировать, если еще какие-то специалисты в этом появятся, потому что тема интересная, для всех я как бы предлагал, но что-то тогда, видимо, не собрались мы на этот момент, но это тоже как-то, ну, отойдем немножко от темы, то есть это достаточно интересная была бы, дискуссия по этому поводу, подискутировать. Так, теперь еще тоже вот по замечаниям, ну, вот Дмитрия я послушал, послушал, у меня вот такое ощущение, что, ну, не в обиду Дмитрию, будет сказано, что у него в голове еще крутится манипуляция настоящего мужчины, потому что у него такие лозунги идут, достаточно, скажем так, которые внушаются настоящему мужчине, каким он должен быть там, за все отвечать, за все брать и прочее, на себя ответственность, поэтому вот, когда слышу я в подобную позицию, у меня вот так вот, как бы такая мысль вот возникает, что не очень это и хорошо. Так вот, ну, насчет законов, ну, извините, в принципе, законы, они для того и нужны, чтобы общество регулировать. Хотим мы, чтобы общество в одну сторону двигалось, одни законы принимаем, хотим в другую двигались, соответственно, другие законы принимаются, другое дело, они работают, не работают, но те законы, которые действительно нужны власть, они будут работать и будут выполняться, потому что они, власть через это руководит жизнью общества фактически, и нравится там, не нравятся нам эти законы, ну, все равно мы вынуждены им подчиняться как-то и учитывать, по крайней мере, свои деятельности, и, соответственно, если мы не будем учитывать это, то можем и пострадать, а кому это надо, в общем-то, хотя всякие случаи бывают, поэтому закон это вток, по большому счету, инструмент, который регулирует отношения, да, и тоже насчет, как бы, этики, ну, опять-таки, это принципиальный момент важный, в любой религии, этика это следствие мистики, фактически, как она разная, в разной религии разное, это все, но это, скажем так, последствия, и вообще чисто этические, как бы, учения, они уже достаточно поздно появились, фактически, в тех религиях, которые, в общем-то, считаются сейчас мировыми религиями, то есть, это буддизм, потом дальше, христианство, иудаизм, ну, иудаизм не мировая религия, но тем не менее, потом мусульманство, все, все, а в остальные учения, они уже, как бы, позже появились, это либо какие-то квазирелигии, либо что-то из другого перетянуто было, потому что раньше, допустим, в той же греческой мифологии и прочее, там так этические вопросы, в общем-то, не ставился, в Греции этот вопрос философы поставили, впервые, фактически, Сократ, можно сказать, поставил, вот так вот, поэтому тут нужно осторожно смотреть, а в религии, это все равно, в любом случае, это следствие мистики, фактически, вот так вот, все, в принципе, у меня пока. Благодарю. Так, Дмитрий. Да, Сергей, сначала хотел бы вам ответить, мне кажется, та позиция, которую вы по праву излагаете, она на самом деле близка к моей, как я понимаю, там есть концепция натурального права, то, что есть какие-то там, то ли богом данные, то ли вытекающие там из природы человека законы, которые мы должны как-то обнаружить и ввести в пользование, а есть другая концепция, где законы устанавливаются так, как удобно, ну, можно продолжить, что так, как удобно тем, кто их устанавливает, как я понимаю, что вы находитесь на второй позиции, на которой также нахожусь я, а что касается Римской империи, ну, насколько я понимаю, там законы устанавливали граждане, а рабы никакие законы не устанавливали, то есть группа, которая находилась у власти, она диктовала те законы, которые им хотелось, и если посмотреть на нас, наверное, мы будем аналогами вот этих рабов в Римской империи, а вот этот слой господ, он, наверное, сократился до того, что, может быть, даже в России как бы нет ни одного человека, который бы эти законы устанавливал, вообще понимал, что происходит, то есть в России вообще, наверное, нет ни одного господина там, который бы устанавливал эти законы, а те люди, которые там эти законы устанавливают, там этот весь там феминизм, какие-то транссексуалы, мы даже не можем понять, что им движет, но раз они это навязывают, значит, им это выгодно, почему как бы это мы не знаем, то есть получается, что я настолько как бы от этого далек, что может быть в моей стране огромный, нет ни одного человека, который хотя бы даже понимал бы, что происходит, и у меня остается только такая позиция, что раз я на этот закон никак не влияю, у меня остается только как бы возможность нарушать этот закон, строить жизнь по своим понятиям, ну, насколько это возможно, и я считаю, что на самом-то деле каждому как бы человеку мента не предстали, чтобы он за ним спидил люди-то свободны, останавливают те, кто едет без масок, я как бы просто не останавливаюсь, проезжаю мимо, они ничего не могут поделать, то есть все эти законы, они во многом держатся на запугивании, никакого сейчас террора, что там всех подряд будут загонять в ГУЛАГ, не знаю, мне кажется, этого нет, но хотя сейчас, конечно, те, кто столкнулся там с каким-то семейным вот этим законодательством, они мне, конечно, скажут, что я полный дурак, ну, наверное, они будут правы, но что как бы я хочу сказать, я вот верю, что ко мне как бы мента не приставить, точно так же как бы я думаю к женщине тоже мента не приставить, чтобы он ее что-то заставлял делать, если они как бы не хотят, то такого репрессивного аппарата, чтобы к чему-то принудить половину населения, женщин, не будет такого репрессивного аппарата уже, я считаю, что скорее даже это хорошо, и человеку остается как бы рассчитывать только на себя, и, соответственно, думать только о своих силах, и тогда вот эти мысли, что как бы думать об этих законах, не имея никакой силы на них повлиять, но это просто потеря времени, какой-то мысленной энергии, хотя, конечно, я очень благодарен тем, кто этим занимается, думает о каких-то законах, потому что может быть, он мне чем-то делает полезным в этом плане, но для себя, конкретно для каждого человека это невыгодно, что касается того, что я настоящий мужчина, в принципе, я согласен с этой критикой, но с другой стороны, а какая альтернатива, то есть, если не считать себя хозяином своей жизни, то остается только впасть в такую глубокую депрессию, пессимизм, что можно лечь, умереть, все, дальше уже можно не жить, никакого смысла дальше уже тогда жить нету, я вот думаю, что все-таки тут важно понять состояние жертвы, если человек считает, что его как-то несправедливо обидели, ну тогда ему конец, если он считает, что он совершал осознанно какие-то поступки, которые, может быть, не всегда сработали так, как он хотел, но он их совершал именно осознанно так, как хотел, то это ему дает какое-то искупление, что что бы ни происходило, он действовал по своей воле, и вот даже взять как бы какое-то там рождение детей, по сути, ну это что-то потрясающее, то, что человек он становится, как бы дает новую жизнь, становится чем-то богом, чем-то типа бога для своего ребенка, может его как угодно запрограммировать, там воспитать, и как бы я просто вот, мне как-то это в голове не сведеняется, как человек там, который сделал такое что-то божественное, как он может впасть в состояние такой жертвы, я вижу вот в этом какое-то противоречие, не знаю, как формулировать лучше, но не знаю, может быть, надеюсь, понятно, что я сказал. Будем надеяться. Так, Сергей. Честно говоря, я вообще не понимаю половину из того, что говорит Дмитрий, потому что мне кажется, начинает он заздривить, заканчивает за упокой. Набор каких-то символов, если я совершил сам, то это есть искупление, то есть, ну, в общем, тут как бы то же самое, что есть психология, религия, это плохо, а если священник может помочь, как психолог, то это хорошо, в общем, какая-то каша, бог с ним, ничего хочется, как бы, это его мнение. А у меня такой вот интересный вопрос, да, то, значит, мужчины хотят какой-то закон прописать, какой мужчина хотят закон прописать, тут же он говорит, я переживаю за женщину, тут же говорит, а если я с ней в одном помещении, я никаких законов не соблюдаю, я могу совершить над ней от насилия, и, в общем, мне на законы наплевать, но при всем при этом я переживаю за женщину, что-то какая-то, какое-то просто оливье просто, из слов, я, честно говоря, не понимаю, но это опять-таки боксинг, у меня только один вопрос, а в какой стране живет чудесный Дмитрий, где вот он там мимо полиции проезжает, права может купить, вообще, о чем идет речь, это вообще, это не бред, нет, просто я тут слушал лекцию Юлин, по-моему, какой-то там коммунист, по теме феминизма выступал, я фоном включил себя на компьютере, занимался другим делом, а его слушал, там тоже был человек с очень похожей манерой излагать свои мысли, и, в общем, у меня сложилось впечатление, что это просто а поговорить, да, вот как бы вот, а просто, а поговорить, да, вот человеку хочется поговорить, вот, но это опять-таки было бы с ним, про какую страну говорить, Дмитрий, вот просто ради интереса, вот можно вот, ну, из любопытства, да, потому что, Дмитрий, про какую страну? Да, я сейчас, я живу в Азии, тут мелкие правонарушения очень легко делать, потому что полиция ужасно коррумпирована, и там за 500 рублей можно нарушать, как бы, правила дорожного движения, там, по дешевке покупать права, и там, избегать коронавирусных облав, с этим вообще никаких проблем нет. Ну, я могу сказать так, что, не дай бог, Дмитрию в Азии попасть под руку полиции, и все его, я не соблюдаю закон, живу как хочу, заканчивается, вместе с счастливыми мечтами о дауншифтинге, и восходом солнца, лично для себя. В общем, не надо питать иллюзией абсолютно, да, что ты выше системы, и в Азии система работает, ой-ой-ой, как жестко, да, я говорю, это как человек, который проехал Камбоджу всю на рейсовом автобусе, причем сделал это из интереса, потратил на это два с половиной месяца, вот, и прожил в Таиланде тоже достаточно много времени, но не в качестве дауншифтера, а в качестве просто, ну, так надо было, вот, так что, по большому счету, вот, все, что он сейчас говорит, это вообще близко к реальности отношения не имеет, пусть он попробует какой-нибудь проститутке сказать грубое слово в Азии, и он узнает, что такое азиатская полиция, и как там относится к фарангам, да, и что из этого вырастет, и будет он хоть тысячу расправ, из него там стельки нарежут, вот, а то, что он может дать 500 рублей копеечные, и проехать, там, я не знаю, там, на стопор на красный цвет, это еще, как бы, ни о чем не говорит, вот, это, это, ну, прям, ну, совсем не повод думать, что он обойдет закон. Я все, спасибо. Не знаю, зачем мы такой акцент сделали, там, на конкретной стороне, мы, по-моему, где это было, в общем, про законы, скажем так, в целом, вообще. Ну, ладно, нет, я как бы наслышан, я помню, блин, когда это была история, каких-то, что-то такое, перестроечное, я помню, что была целая, большая буча была, сам Клинтон лично вмешивался, сынок какого-то дипломата американского в Малайзии, по-моему, они что-то, что-то они такое делали, они разрисовывали из баллончика машину, что ли, что-то такое они делали, а, по-моему, в Малайзии была, если мне память не изменяет, а в Малайзии, да, это дело, у них там хулиганские статьи и так далее, они ничего не заморачиваются там с этими, всякими там заключениями, прочими, у них есть такая процедура, как, палки, они, в общем, палками бьют, причем бьют так, там эта палка, это не то, что там, типа, хлопнули, там бьют так, что, в общем, каждый удар рассекает кожу, там, пипец, то есть, там, привязывают на такой станок, да, можно в интернете даже найти, в общем, и, короче, этого сынка, а ему лет так уже я видел, я просто помню, что это прям была, передача была по центральному ТВ, показывали подробно саму историю, там, мы спрашивали интервью этого самого, этого сынка и так далее, я помню, что президент Соединенных Штатов, значит, пытался вмешаться, в общем, то есть, его, значит, ему назначили, там, сколько там, не знаю, там, то ли 6, то ли 8, это дохрена, то есть, то, что они там делают на этом станке, это ого-го, там, в общем, не знаю, наверное, умереть можно, в принципе, что-то ему такое приговорили, короче, президент Соединенных Штатов, по-моему, это Клинтон был в тот момент, Клинтон лично пытался вмешаться, в общем, да, там, в общем, всеми своими, там, политическими, там, в общем, он открыто выступал, там, обращался, там, по публичным каналам, по непубличным каналам, пытались его, значит, это самое, отмазать этого, СНК какого-то дипломата, а местное правительство в итоге сказало, типа, что, да, типа, имели мы вашу, между прочим, вот вам разница между, да, там, действительно независимой страной, и страной, которая, в общем, является, де-факто, колонией, да, представьте, что у нас в Москве такое случилось, да, то есть, в Чечне такое можно себе представить, наверное, вот, а в Москве никак, по-моему, это была Малайзия, Малайзия сказала, что, да, блин, видали мы ваши, там, Малайзия политические заявления, типа, у нас вот такой закон, типа, он сделал, вот, типа, сомнений нет, нет, то есть, типа, это не оговорено, это, типа, в общем, установленный факт, все, раз установленный факт, значит, в общем, все будет как по нашему закону, и, в общем, и так в итоге и было, не знаю, чем там у него кончилось, я не видел таких, там, последствия потом, какие-то интервью давал после, там, и было ли у него желание потом еще, тоже, другие машины, я помню, что один, одна из побочных эффектов было любопытных, что, когда эта история всплыла в США, значит, такая хрень происходит, там, сначала, когда угроза была еще, потом, когда уже случилось все, то, значит, СМИ распространили, ну, в Америке информацию эту, под соусом, типа, что, вот, какой ужас, какие бесчеловечные законы, там, ну, условно, в Малайзии, а снизу пошел совершенно противоположная пошла, то есть, Гроссрут ответила тем, что, типа, и так ему и надо, типа, и какая жалость, что у нас так не делают, типа, а то бы давно все проблемы с подростковым, там, хулиганством были бы решены, типа, дешево и сердито, поставили к станку, там, хлопнули, ого-го-как, типа, и все, и он следует сейчас подумает, стоит ли ему это делать, то есть, низовое общество в США, в общем, высказалось в плюс, в общем, за, а не против, такая, такая вот чудная была аберрация, того, что в США сделать нельзя, какой-то Малайзии можно, и Малайзия, в общем, фактически нагнула какого-то там этого сына, какого-то там дипломата, ну, кончилась потом, не знаю, загуглить интересно, что там потом было, вот, так что, Азия там, да, она своеобразная, где это, блин, Саудовская Аравия, что ли, у них какая-то, есть такая-то, из лечения, они лечат наркоманов, и лечат гомосексуалистов, и лечат их, не всех, там, правда, в каких-то случаях особенных, но, в общем, они их лечат через публичное отсечение, головы, я даже видел, ну, несложно загуглить, там, на специальных сайтах есть, там, даже, там, такие видео из-под полы, снятые, там, есть, и, там, как это делается, просто, какая-то площадь, по-моему, саудовская Аравия, или Эмираты, какая-то площадь, такая, забитая, люди, все вот эти, значит, в белых своих, этих вот, балахонах, в этих рубашках, там, вдруг, значит, высаживается такой, десанты с этой полиции, они раздвигают площадь небольшую, в середине, кладут туда лист, пластиковый такой, метра, там, не знаю, два на два, выводят человека, ставят его, там, на колени, все, чувак достает такую, саблю изогнутую, такой, типа, ятаган такого, и, что-то они там читают, что-то какой-то у них формул, там, словесная есть, типа, в общем, типа, ну, прощай, наш дорогой Степан Егорыч, и, и вылечили очередного, там, наркомана, нет, там, не наркоманы, на наркоторговцах, еще слышал, что-то такое про ЛГБТ тоже, что у них тоже практикуется, ну, и ничего, это не мешает, между прочим, США торговать с этой страной, там, там, ездить, у них там плотные личные связи, кстати, наверное, единственное полезное, что было, вот, наименее интересный и полезный фильм Майкла Мура, называется, 911 градусов по Фаренгейту, там почти ничего не сказано, собственно, про 11 сентября, а то там до хрена рассказано, какие плотные, дружеские, там, межсемейные связи у семьи Бушей, и у, там, этих принцев в Саудовской Аравии, что их там, когда полный локдаун, был, и ни одного самолета нельзя было поднять в воздух 11 сентября, то там эти правильные семейства посадили на самолет и вывезли, несмотря ни на что, чтобы, не дай бог, они там не попали под раздачу, потому что, это же были граждане Саудовской Аравии, если что, кто до сих пор не знает 11 сентября, вот, так что, дружат, ого-го, никому это не мешает, ну, подумаешь, так, вывели во двор, что там, за шкирку поставили, все, хренак, все, башки нет, секир, башка, ракат, лукум, гармония, живи, никаких подражений нет, главное, когда у людей, у самих нет сомнений в том, что они делают, и они могут обосновать всегда, почему они это сделали, то, в общем, никому нечего возродить, там, ни Беллу Клинтону, там, ни Джорджа Буша, никому ничего, так, Дмитрий, этот прошлый раз остался, или, или, ну, вообще, с прошлого раза, но я бы мог бы тоже сказать, ну, давайте, я, собственно, планирую так плавно, давайте в сторону завершения, мы приближаемся к 10 часам, как раз в самый раз, ну, я не знаю, я бы хотел бы вот такой пример привести, мне очень нравится роман Толстого, Анна Каренина, мне кажется, он, как бы, содержит в себе огромное количество жизненной мудрости, вот, я хотел оттуда привести пример про закон, вот, муж Анны Карениной, Карениной, когда, его жена ему изменила, у него была возможность вызвать Вронского на дуэль, и Вронский это отлично знал, и у него был план, то, что он бы сам не стал бы стрелять в обманутого мужа, он бы выстрелил мимо, потому что соблазнить замужнюю женщину и встать под пулю, это было даже в чем-то почетно, что он такой смелый, отмороженный, а еще застрелить мужа, это уже было бы подло, он бы сам это не сделал бы, и, соответственно, его бы все за это осудили, и, то есть, Каренин, он мог бы вызвать на дуэль Вронского, спокойно его пристрелить, не подвергаясь никакой опасности, и его бы все только похвалили, сказали бы, какой молодец, может быть, может быть, его там на полгода бы отправили в какой-то отпуск, там в государственной службе, потом бы там восстановили, то есть, закон был полностью на его стороне, он мог пристрелить любовника мужа, мог там полиции, послать запрос, чтобы его жену вернули к нему домой, он мог делать все, что угодно, закон был полностью на его стороне, но он оказался недостаточно сильным человеком, он не осмелился это сделать, то есть, закон ему тут не помог, в первую очередь, ему не хватило смелости, решительности, а может быть, в другой ситуации, где закон был бы против него, но у него хватило бы смелости, он бы сделал так, как он хочет, то есть, вот такой пример, для, конечно, для кого-то он там может быть, будет не очень такой убедительный, но мне кажется, что-то в этом есть. Благодарю. Так, ладно, господа, у нас здесь 10 часов, мы сегодня нормально так проговорили, фильм тоже оказался не слишком, ну, нет, мы его, конечно, дольше обсуждали, чем водитель для веры, это точно. Я, наверное, отрежу вот часть, которая образовалась у нас после фильма, то, что мы тут наобсуждали там про законы и про все остальное. Я, наверное, выложу и отдельным файлом, просто задублирую, чтобы это осталось отдельно, там какое-нибудь название придумаю. Типа как раз там философии политинформации, не знаю, там очередной выпуск, который произошел у нас не на первом темном, да, спотанно на YouTube. Вот, а в целом там всем спасибо, продолжайте голосовать. так, Дмитрий, это снова руку поднял, что да, или нет? Или это осталось прошлого раза? Ну, в общем, да, я, собственно, хотел, да, плавненько, плавненько завершить. Голосуйте на остальные выпуски, вот, про первое темное сегодня тоже сказал, и еще буду про это повторять, потому что я вижу, что YouTube не дает эту информацию нормально распространять. В следующую субботу в 18 часов у нас будет мероприятие на первом темном. Что именно там будет, пока не знаю, может мне удастся что-то подготовить, может быть и нет. Если нет, то будет, скорее всего, опять свободная тема. И там можно будет поднять любые абсолютно тематики и, ну, посвободнее себя чувствовать, чем здесь. Скажем так. Вот. Там новости присылайте, вот сегодня несколько новостей из ПЛО, может я отдельные кастики сделаю, спасибо. Вот я там не всегда там, в тот же день и так далее, но я разгребаю, в общем, периодически там и ВКонтакт, и почту, и... Комментарии на YouTube, если вы хотите, чтобы я прочитал, то комментарии на YouTube лучше не надо, потому что я их почти не вижу. Слишком много их приходит. Пишите на почту, почта указана в этом самом... Ой, Вадим что-то решил сказать. Да, Вадим. Да, я спросить хотел только, то есть я иногда отправляю что-нибудь интересные новости на e-mail, то есть как бы и тут слышу, что есть в ВК, то есть как бы мне было бы проще иногда что-нибудь туда и бросить, если я... Честно говоря, я скорее лучше за e-mail, чем за ВК, потому что в ВК, я не могу его открывать на работе, у меня он там закрыт, вот, и в общем, с ним проблемы. И в целом я ему очень-очень сильно не доверяю, так что... E-mail нормальный, я его там... Раз в несколько дней я все равно разгребаю e-mail. Сегодня я что-то поздно присоединился, послушал, политика какая-то идет, хотя фильм посмотрел, но послушаю потом или чего. Обсуждали. А, но мы где-то там час назад примерно, может уже и больше, мы в общем прекратили, исчерпали фильм и переключились на текущую повестку дня. Ну, я потом тогда послушаю. Я ее отдельно, я говорю, выложу, я ее отрежу и сделаю отдельный файл завтра. А вопрос такой еще, то есть я в комментарии могу вот в голосовалке добавлять тоже, да, какие-нибудь фильмы, если посмотреть, там, обсудить. Да, конечно, да. Ну, у нас голосовалка работает на всякий случай, кто сейчас вдруг слушается, значит, повторюсь. Там, в принципе, это написано в описании, как к обоим голосовалкам, значит, есть два отдельных видео, именно видео. Это кастики небольшие, там один называется ссылка на них сейчас прямо в описании вот к этому видео есть там, где написано голосование на будущие выпуски. Отдельная ссылка ведет на отечественные фильмы, отдельная ссылка на зарубежные. Технология очень простая. Любой желающий дописывайте просто отдельным комментарием, корневым комментарием, дописывайте название фильма, только лучше, конечно, просмотреть сначала, потому что, вероятно, что он там может быть, что он там уже есть. Если они дублируются, то я обычно, на котором меньше голосов, я его просто стираю, чтобы они не дублировались. Рассматривайте все, их там не так много, и мы многие уже разобрали, у нас уже это проекту больше года, даже интересно стало, когда я первый выпуск сделал, надо посмотреть, наверное, уже больше года прошло. Соответственно, дописывайте один фильм, один комментарий, и голосование осуществляется тем, что люди просто ставят лайки к конкретной строчке. Я обычно напоминаю про голосование, скажем, во вторник или понедельник, на неделе, за которой следует, собственно, обсуждение. А в пятницу утром я обычно подсчитываю, просто смотрю, у кого больше голосов. Ну, если там вдруг поровну, то я обычно с своим голосом там смещаю баланс в какую-то сторону. Я просто считаю, сколько лайков сейчас, сколько у... у кого больше всего лайков, у комментариев, с каким названием фильма, который еще не рассматривался. И, собственно, этот фильм попадает на голосование. Вот так попалась сегодня Горькая Луна. Вот и все. Так что... Я заходил, кстати, там довольно, по-моему, порядка 250 комментариев. Я так понял, что это не все фильмы, там просто комментарии порой вылазят, да? Ну, ладно. Обычно нет. И там бывают люди, например, уже в качестве дочернего к чему-то что-то там комментируют свое там про фильм. Но это не в счет. То есть фильм у нас записан в корневом комментарии. Их там не так много, там что-то, может, сотня там, не знаю, может, чуть больше сотни. То есть несколько страниц всего достаточно отлистать. Вот. И, собственно, каждый раз вот... Ну, я просто лучшего способа открытого голосования пока не придумал. Мне показалось, что это хороший вариант. То есть эти как бы два ролика, они являются такими корневыми, и там я добавляю ссылки ко всем обсуждениям, которые уже состоялись. То есть если обсуждение было, то там ссылка добавлена на сам... на обсуждение. Вот. Так что я к тому, что любой фильм, соответственно, зарубежный к зарубежным, отечественный к отечественным, добавляете туда название, и дальше люди просто просматривают и голосуют за него, и все. Ага. Шорт-лист оформлять как опрос в обществе. Вы понимаете, если шорт-лист оформлять, вот, например, вот я... Прошлый, когда это было, во вторник, я озвучил шорт-лист. Там было, типа, пять, скажем, я озвучил топ-5. Но голосов-то у них разное число. То есть, получается, мы берем фильмы с разным рейтингом. Там одного было, допустим, там 13, два по 12, два по 11, один 10, по-моему, примерно так. Я их добавлю, допустим, в один список, там топ-5, например, и люди будут голосовать. Получается, как бы мы... И не то голосование, и не это, а будет какое-то наложение. То есть, как бы, ну, просто не очень честно получится. То есть, люди, которые не голосовали, как бы, на большом голосовании, смогут своим лайком, да, вывести и даже, может быть, могут быть даже не подписаны на канал. У них просто вывелась эта штука. То есть, не просто... При том, что это удобно, естественно, голосовалка, но там ограничено число вариантов. Поэтому голосовалка, для которой на сообществе, она не очень для этого годится. Там, по-моему, пять, что ли, вариантов максимально можно завести. Больше, по-моему, нельзя. Отметить хотел бы, понравилось, что вы под комментарием фильм, который уже был, попадал, то есть, как бы, голосование, который уже посмотрели, обсудили, вы добавляете комментарий со ссылкой на обсуждение. Да, там все ссылки. Но в то же время эти же ссылки все есть прямо сейчас в описании, если открыть, там прошлые выпуски. Пока там хватает 5 килобайт ограничения у YouTube описания. Пока их хватает, я буду туда их дописывать. Когда мы 5 килобайт превысим, но это, наверное, будет еще через год, где-нибудь, тогда просто будет там последние, скажем, 20-30 штук, а все прошлые. Есть плейлист отдельный, который называется мужской киноклуб. Там собраны все обсуждения. Вообще все. Вот так что голосуйте и, в общем, будем выбирать что-нибудь дальше для обсуждения. Ладно. Поднять клиент с фильмом, чтобы в голосовалке возможно, чтобы не мотать всю ленту, я не понял вопроса. Так, Redmi, давайте включу микрофона. Можно прокомментировать вопрос, я не понял. Поднять коммент с фильмом голосовалки. А если это про ранжирование фильмов в комментариях YouTube, а он их только сам ранжирует, там всего два варианта есть у YouTube, у него стандартные. Либо он говорит там ранжирный по популярности. Что он под этим имеет в виду, я не знаю. Видно, что бывает лайков, например, больше, но почему-то он пролистан ниже. Я не знаю, как YouTube продает популярность комментария, как он их листает. Это такой же закрытый алгоритм, как и подставление новых роликов для просмотра. Хрен его знает. А второй вариант по дате добавления. Там вроде они более-менее железно сортируются именно по дате добавления. Они просто старые ниже, а новые выше. И все. И других вариантов нет, к сожалению. По другому никак. Не алфавитной сортировки нет, ничего другого нет. Единственное, что можно сделать, мало того, он их даже не показывает все списком. То есть он же там подгружает комментарии, когда вы пролистываете экран ниже. То есть чтобы открыть все комментарии, чтобы они были видны на странице, нужно листать там пейдждаун, 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 там раз 20 надо пейдждаун сделать, тогда он открывает все. И вот когда он открыл все, хотя бы можно например искать по ключевым словам, просто поиском там находите в браузере там Ctrl-F, например, пишите какое-нибудь слово там, не знаю, «Горькая», и он находит все, где встречается слово «Горькая». Если опечатка например у человека, то он уже не найдет. То есть единственный способ, ну в общем все-таки читать. Вот, я когда подвожу итоги по голосованию, я просто смотрю самую большую цифру. Их там не так много строчек, то есть они там видны хорошо. Нахожу там, не знаю, топ 5-6, потом просто проверяю, что с ними случилось и все. Больше. Ну просто пока другого варианта я не знаю. Может быть, можно бы какой-то, может ВКонтакте более продвинутый вариант. Ну в общем, не особо как бы элегантно получилось, но в целом, в общем, все-таки свободное добавление вариантов, которые люди добавляют сами. Не я добавляю, а они сами добавляют. Свободное голосование для всех, вот тоже без ограничений. То есть даже если люди не смотрят даже киноклубы, они все равно могут там голосовать. Хоть это и не очень честно. Ну нет у нас никакого тут как бы клубного такого. Типа только члены какого-то там сообщества могли бы голосовать. Нет такого ограничения. Ну, может это и хорошо. В общем, в итоге, в принципе, как правило, мы довольно интересные фильмы обсуждаем. И сегодняшний фильм, я думаю, хоть мы там не до конца про него говорили, но в общем, я думаю, что было было сказано много интересного. Вот так. Ладно. Всем спасибо. Счастливо. До связи. Финал отрежу, опубликую отдельно. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова